Доброе утро, добрый день и добрый вечер, в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь. Добро пожаловать на международную встречу «Атланта-Ротеракт. Будущее человечества». Меня зовут Натали Васкес и я занимала пост первого президента, а также выступала основателем клуба «Атланта-Метро-Ротеракт». Мы очень ценим предоставленную нашему клубу возможность подготовить это мероприятие совместно с таким количеством клубов со всего мира. Из США – Сальвадора, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы, Чили, Аргентины, Эквадора, Колумбии, Перу, Бразилии, Парагвая, Венесуэлы, Уругвая, Филиппин, Камбоджи, Пакистана, Бангладеш, Индии, Израиля, Италии, Швеции, Германии, Великобритании, Бельгии, Дании, Франции, Уганды, Танзании, Нигерии, Кот-де-Вур, Эфиопии и многих других. Я хочу выразить глубокую благодарность всей семье Ротари, всем клубам, округам, нашим уважаемым президентам и губернаторам за то, что они присоединились сегодня к нашей общей встрече. Спасибо вам за вашу поддержку и преданность делу. Мы пригласили всех вас, чтобы представить уникальный доклад, подготовленный специально для ротарианцев. В этом докладе заслуженные спикеры расскажут о различных климатических и экономических угрозах, которые сегодня представляют опасность для жизни всего человечества. Будет представлена целостная картина проблем и серьезности ситуации. Вы узнаете, что именно ожидает мир в ближайшем будущем и что мы, ротарианцы, можем сделать для спасения всего человечества. А сейчас я предоставляю слово главному президенту Атланта Метро Ротаракт Амиту Джайну. Большое спасибо, Натали. Доброе утро, дорогие друзья семьи Ротари. Это знаменательное событие для нашего клуба. И я счастлив, что так много ротарианцев смогли присоединиться к нам сегодня. А сейчас Петди Шарма, помощник губернатора округа 6900, присоединится к нам, чтобы благословить нашу встречу. Друзья ротарианцы и мои любимые ротарактовцы по всему миру, мне очень приятно сегодня быть со всеми вами. Я хотела бы попросить всемогущего Бога благословить всех нас в каждом дне. И вот эта молитва. Господи, укрепи нас сегодня и в каждом дне. Пошли нам свое благословение и наполни нас большей искренностью и любовью к ближнему, чтобы наши разум и сердце были открыты для диалога и служения. Позволь нам достичь нашей цели, сделать счастливыми других и самих себя. Огради нас от любых мыслей, которые могут навредить нашим собратьям и нашей организации ротари. И позволь нам становиться лучше с каждым прожитым днем. Благодарю тебя, Господи, за все, что ты сделал для нас. Спасибо. Большое спасибо. Теперь я приглашаю Джорджа Греннадо, губернатора округа 6900, для произнесения клятвы верности. Доброе утро и добро пожаловать в округ 6900. Мы сегодня будем говорить на тему изменения климата и приведем теории, в том числе свою, о том, как помочь устранить эту проблему и взять ее под контроль. Мы выступаем от имени округа 6900. Я губернатор округа Джордж Греннет. Рад видеть вас здесь и с нетерпением жду выступления наших докладчиков по этой теме. А сейчас я хотел бы перейти к клятве верности американскому флагу. Я клянусь верности флагу Соединенных Штатов Америки и Республике, которую он символизирует, единой нацией под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех. А теперь я передаю слово нашему ведущему. Я хочу пригласить Маноджа Баррата, президента нашего спонсора, клуба Эмори Друид Хиллз, который зачитает тест из четырех вопросов Ротари. Доброе утро всем. Тест из четырех вопросов — это основа формирования характера, принятая Ротари Интернешнл. Ротарианцы всего мира зачитывают его на каждом собрании. И сегодня его зачитаю я. В отношении к тому, о чем мы думаем, что говорим и делаем. В этом ли истина? Справедливо ли это по отношению ко всем заинтересованным сторонам? Поможет ли это укреплению дружбы и доброй воли? Принесет ли это пользу всем заинтересованным сторонам? Большое спасибо. Давайте продолжим. Спасибо. Сегодня в нашей программе вы услышите Барри Рассина, президента Ротари Интернешнл 2018-2019, доктора Ицхака Калдорона Адизиса, основателя и генерального директора Института Адизиса, доктора Симу Манрал Неги, руководителя и директора Всемирной школы Сандживани в Мумбаи, Елизавету Хромову, геолога и геофизика, доктора Джона Ана, руководителя отдела предпринимательства и развития бизнеса в Центре растениеводства имени Дональда Денфорта. После презентации вы сможете задать свои вопросы, перейдя по ссылке Zoom, которую вы можете увидеть на нашем сайте. Я надеюсь, вы останетесь под большим впечатлением от сегодняшней дискуссии. Давайте начнем. Предоставляю слово нашим модераторам Марине и Ольге. Здравствуйте, дамы и господа! Мы рады приветствовать всех собравшихся здесь сегодня. У нас есть ротарианцы из более чем 50 стран, которые объединились сегодня, и это даёт большие надежды, учитывая жизненно важный доклад о будущем человечества, который вы сейчас услышите. А теперь для меня большая честь представить и поприветствовать очень уважаемого человека, нашего главного гостя, которого вы все знаете, как президента Ротари Интернешнл в 2018-2019 годах, господина Барри Рассина. Будучи ротарианцем с 1980 года, Рассин занимал должность директора Ротари и на данный момент является заместителем председателя попечительского совета фонда Ротари. Рассин получил высшую награду Ротари в служении превыше себя, а также награждён другими гуманитарными наградами за организацию работы Ротари по оказанию помощи на Гаити после землетрясения в 2010-го года. Он и его жена Эстер являются крупными донорами и благотворителями фонда Ротари. Пожалуйста, добро пожаловать, мистер Рассин. Друзья мои, ротарианцы и члены клубов Ротаракт, для меня большая честь быть сегодня здесь с вами, потому что я ценю всё то, что вы делаете в отношении столь многих вопросов по всему миру. Но сегодня настало время, когда мы должны признать, что перед нами стоит глобальная климатическая проблема. Природные катастрофы происходят с регулярной периодичностью по всему миру, и это создаёт для нас необходимость в объединении, причём больше, чем когда-либо прежде. Да, Ротари — это большая семья. А когда есть такая большая семья, как мы, у нас есть возможность сделать больше, чем можно было бы сделать в одиночку или вдвоём. Мы понимаем это единение и осознаём силу, которую оно порождает. Нам нужно действительно объединиться и использовать эту возможность для того, чтобы осуществить перемены. Мы видели климатические катастрофы 2022 года, и они быстро перевернули наше представление о том, как может измениться климат. Наконец, всё меньше и меньше людей отстаивает мнение, что изменения климата не существует, потому что оно есть, и это факт. Это не просто что-то, что нам представляется. Этот год превзошёл все показатели и побил все рекорды. И это печально. Мы все знаем, что только что пережили люди. Ураган Ян прошёлся по штату Флорида, вызвав больше разрушений, чем когда-либо за всю историю любого другого бедствия. Что каждый из нас делает, чтобы помочь им? А ведь вскоре ожидается ещё один. Что мы, каждый из нас, собираемся сделать, чтобы помочь им? У нас нет средств или ресурсов для оказания помощи при каждом отдельно взятом бедствии. Что нам нужно сделать? Так это посмотреть на это со стороны и увидеть причину того, почему у нас возникают все эти проблемы. Давайте попытаемся рассмотреть саму причину, а это изменение климата. Мы знаем это. Я сам видел и пережил много ураганов. Ураган Дориан на Багамах в 2019 году был самым страшным и самым разрушительным. Он три дня бушевал над двумя островами и не двигался с места. Люди висели на деревьях, потому что не было земли, на которой можно было бы стоять. Штормовой прилив достиг 6,5 метров, потому что вода была теплее, чем когда-либо. Когда вода теплее, она расширяется и поднимается, как это происходит прямо сейчас с королевскими приливами. Даже в штате Флорида в погожий день затапливает побережье. Это факт. Так что же мы делаем, чтобы решить эту климатическую проблему? После землетрясения на Гаити я увидел, какие ужасающие разрушения могут произойти в считанные минуты. Это землетрясение полностью разрушило большую часть крупного города Порту Пренс и то, что было на его пути в западном направлении. Все было полностью разрушено в течение нескольких минут. Сто тысяч человек погибли в течение нескольких минут. От четырехста тысяч до одного миллиона человек, они даже не уверены в точной цифре, одновременно стали бездомными. И мы должны были что-то с этим сделать. Это произошло недалеко от того места, где я живу. Я стоял на балконе своего дома и смотрел на улицу, чтобы увидеть, не придет ли волна, которая обычно вызывает землетрясение, и не обрушится ли она на мой остров, накрыв его полностью. Вот насколько это нам близко. Вот почему это касается каждого. Я знаю, что моя страна окажется под водой. Я знаю, что многие островные страны по всему миру окажутся под водой в ближайшие 50 лет. Неужели мы позволим этому случиться, чтобы у наших внуков не было такой же прекрасной планеты, как у нас? Это проблема, это вызов для всего человечества. Ротари — это лучшая организация для того, чтобы сделать шаг вперед и понять, что мы можем изменить ситуацию. Мы ее можем изменить. И именно поэтому вы сегодня здесь, чтобы поговорить об этом и осознать это. И я знаю, что богатый опыт Ротари может дать ответы на вопросы о том, что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию. Я очень горжусь тем, что фонд Ротари добавил экологию в качестве седьмого направления своей деятельности. Так что мы действительно можем сделать сейчас гораздо больше, чем могли в прошлом. Мы всегда занимались экологическими проектами, но теперь Ротари говорит, это важно. Ротари Интернешнл говорит, давайте сделаем что-то больше, чем мы когда-либо делали раньше. Мы можем это сделать. Я видел Ротари в действии. Мы знаем, что мы искореним полиомиелит. Всемирная организация здравоохранения считает, что в следующем году мы в последний раз столкнемся со случаем полиомиелита. И они сходятся во мнении, что это потому, что Ротари не сдался. Ротари дошел до конца. И мы действительно дойдем, мы закончим эту работу. Поэтому я прошу вас, во время обсуждения, когда вы будете слушать этих невероятных докладчиков, подумать о том, что вы можете сделать, каждый в отдельности и подумать над тем, как объединившись, мы можем вместе сделать что-то значительное, чтобы помочь нашей прекрасной планете сохранить свою красоту. Это касается всех нас во всем мире. Это касается не только меня на моем маленьком острове на Багамах. Это касается не только вас в вашем населенном пункте. Это повсюду. И это коснется каждого из нас. Поэтому нам всем нужно собраться вместе и что-то сделать. Мы сможем сделать это наилучшим образом, потому что мы мечтаем о невозможном, а потом воплощаем это в жизнь и делаем возможным. Итак, спасибо вам всем за то, что вы здесь. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, что спасаете нашу планету. Спасибо вам. Здравствуйте и большое спасибо, доктор Рассин, за вступление. Для нас большая честь, что вы сегодня с нами. Сегодня каждый человек видит последствия климатических изменений за окном. Мы должны знать истинные причины изменения климата. Сейчас мы хотели бы представить вам доклад, который никогда не опубликовывался для общественности. И эта презентация была подготовлена исключительно для ротарианцев с надеждой, что изложенная информация будет использована для решения глобальных укроз, с которыми мы столкнёмся в самом ближайшем будущем. А сейчас я хотела бы представить наших следующих докладчиков. Сегодня с нами Елизавета Хромова, магистр в области геологии и геофизики. Она получила степень магистра геологии в Московском государственном университете имени Ломоносова и прошла курсы повышения квалификации по геофизике в США. В настоящее время Елизавета работает геофизиком сейсмического отдела в компании «Шлюмберже Россия». Она является руководителем информационно-аналитического отдела по вопросам изменения климата проекта «Созидательное общество». Елизавета возглавляет направление глобального мониторинга природных катастроф, происходящих на нашей планете, анализа сейсмической и вулканической активности, а также комплексного изучения изменений в геодинамике и геофизике Земли. Наш следующий докладчик — доктор Джон Анн. Доктор Джон Анн получил степень магистра делового администрирования в исследовательском институте INSEED, а также докторскую степень в области химической инженерии технологического университета Мюнхена и степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли. В настоящее время является руководителем отдела предпринимательства и развития бизнеса в Данфордском научном центре растений и в Данфордской технологической компании. Сфера его компетенции — экономическая оценка управления партнёрскими отношениями, и разработка и коммерцизация новых технологий в области энергетики, химических процессов и естественных наук. Елизавета и Джон, передаю вам слово. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Для меня большая честь сегодня выступать в Клубе Роттери перед вами, представителями бизнес-кругов, здравовыскающими людьми, благодаря уму и труду которых поддерживается развитие экономики и благоденствия всего мира. Мы подготовили доклад, который будет посвящён изменениям климата, не связанным с человеческой деятельностью, а обусловленным геодинамическими процессами, происходящими в недрах Земли. Мы — это учёные из разных стран, которые проводят междисциплинарное исследование процессов в недрах планеты. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, вулканологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи, геологические циклы. Мы — это международный коллектив волонтёров, кто на протяжении многих лет производит мониторинг и анализирует информацию об изменении климата. Мы — это очевидцы, которые столкнулись и пережили, а многие и не пережили природные катаклизмы. Сегодня мы поэтапно предоставим вам математическую модель о том, какие критические изменения будут происходить на нашей планете в ближайшие десятилетия, к чему это приведёт и какой выход у нас есть. Эту информацию вы не услышите из официальных источников СМИ или политических докладов. Мы расскажем то, что не афишируют. Эти факты не просто недоговаривают, от них отводят глаза, чтобы не вызывать панику в обществу. Мы это понимаем. В то же время подобное замалчивание опасно, так как грозит бездействие в решении жизненно важных вопросов. Мы здесь, чтобы предоставить вам факты, которые вы сами можете перепроверить. Занимаясь анализом климатических событий в течение многих лет, мы порой сталкивались со скепсисами людей, рассуждающих, что, возможно, сейчас происходит естественное потепление, которое было всегда много раз. Или же кто-то говорит, у нас всё хорошо, наш регион это точно не заденет. Ещё в прошлом году многие так говорили, но не в этом. Этот год вскрыл реальный глобальный масштаб планетарного климатического кризиса, о котором мы предупреждали ещё 10 лет назад. Давайте начнём с того, что вспомним, что произошло с климатом в 2022 году. США Тайвань Казахстан Вообще кошмар. За всю мою жизнь первый раз такое вообще. Болгария Как будто бомба упала. Италия Кто знал, что водохлынет так стремительно? Мы потеряли всё. Пакистан Испания Китай Германия Штормы и ураганы Ураган четвёртой категории ИН стал самым смертоносным для жителей штата Флорида в США. Некоторые города на 90% разрушены штормовым приливом, ярстным ветром и наводнением. Более полутора миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. По предварительным оценкам, ущерб превысит 100 миллиардов долларов. Фиона Первый в истории ураган четвёртой категории, который продвинулся так далеко на север. До Восточной Канады Фиона дошёл, сохранив силу урагана второй категории и оставил беспрецедентный след разрушений в стране. За последние годы тропические ураганы стали продвигаться дальше на север и юг от экватора. В ближайшее время под их ударом могут оказаться мировые мегаполисы, такие как Нью-Йорк, Бостон, Пекин и Токио. Прогнозировалось, что тайфун Нору ударит по Филиппинам силой ураганов, на первой категории. Но всего за шесть часов произошло его взрывное усиление до супер-тайфуна пятой категории. Скорость порывов ветра достигала 315 километров в час. У людей не было времени подготовиться к удару стихии такой мощности. Пострадали более 900 тысяч человек, а ущерб сельскому хозяйству превысил 52 миллиона долларов. В США количество конвективных штормов, ущерб от которых превышает миллиард долларов, беспрецедентно растет. В период с 2000 по 2010 годы их было 34, а в следующие 11 лет уже 95. В южном полушарии частота штормов уже достигла уровня, который прогнозировался на 2080 год. Аномальные осадки и наводнения По всему миру растет количество аномальных осадков. За 9 месяцев 2022 года на планете зарегистрировано более 35 тысяч ежедневных рекордов. Внезапные наводнения не оставляют жителям времени на спасение. За одну ночь на провинцию Анкона, Италия, обрушилась полугодовая норма осадков. Жители еще никогда в жизни не видели, чтобы вода поднималась так быстро, за 10 минут почти на метр. На Австралию в 2022 году обрушились три волны исторических наводнений. С такой частотой и масштабом затоплений восстанавливать некоторые города уже бессмысленно. В Южной Африке за сутки выпало почти годовое количество осадков, что привело к одному из самых смертоносных наводнений 21 века в стране. Еще 60 лет назад в мире фиксировалось 8 масштабных наводнений в год, а к 2021 году их количество выросло в 27 раз. Сезон муссонных дождей в 2022 году превратился для Пакистана в крупнейшую климатическую катастрофу современной истории. Под воду ушла треть провинций страны. От стихии погибло более 1600 человек, пострадало 33 миллиона, из них более половины — дети. Разрушено более 2 миллионов домов. Старики, беременные женщины, дети живут под открытым небом в нечеловеческих условиях. Не хватает еды, питьевой воды, медицинской помощи. Грязная вода стала источником инфекций. Люди остались без работы, жилья и средств к существованию. Спустя почти два месяца вода все еще не ушла. Кошмар для людей продолжается и будет только усугубляться. Экстремальная жара и засуха. За 9 месяцев 2022 года по всему миру было побито более 100 тысяч рекордов максимальных температур. В Китае впервые в мировой истории волна жары, достигающая 45 градусов по Цельсию, держалась 79 дней подряд. Под удар экстремальных температур попали более 900 миллионов человек. Чтобы люди могли спастись от невыносимого зноя, были открыты бомбоубежища. В странах Евросоюза смерти 53 тысяч человек в июле напрямую связывают с исключительной жарой. Жесточайшие засухи в 2022 году ударили по многим регионам. Пересохли реки и водоемы. Практически остановилось судоходство. Обострился энергетический кризис. Счета за электроэнергию выросли многократно. Засуха уничтожила урожай, что привело к беспрецедентному росту цен на продукты питания. Водный кризис достиг рекордного уровня. Под угрозой оказался доступ к питьевой воде. Ни одна даже экономически развитая страна не застрахована от этой проблемы. В этом году с нехваткой воды уже сталкиваются более 2 миллиардов жителей нашей планеты. Пожары. В России в последние 5 лет наблюдается резкое увеличение общей площади лесных пожаров. Аляска в 2022 году переживает крупнейший сезон лесных пожаров в своей истории. Еще 50 лет назад не существовало такого понятия, как мегапожары. А на начало октября 2022 года только в США уже зафиксировано 16 мегапожаров. И многие приближаются к таким масштабам. В Европе впервые с начала спутниковых измерений сожженная площадь в 2022 году превысила 770 тысяч гектаров, что почти в три раза больше, чем в среднем за год. А в некоторых странах рост пожаров был просто шокирующим. В Чехии за год в среднем выгорает 9 гектаров. А на конец сентября этого года огонь уже уничтожил почти полторы тысячи гектаров. Это в 158 раз больше обычного. Ушла сезонность пожаров. Теперь они не прекращаются даже зимой. А ураганные ветры разносят огонь с бешеной скоростью. В Алжире, провинции Эль-Тарф, из-за ветра со скоростью 90 км в час, пламя разрослось за считанные минуты, не оставив людям шанса на спасение. Пожары происходят там, где раньше их практически не было. Горит Центральная Европа, влажные леса Южной Америки и даже Арктика. То, что прогнозировалось на 2100 год, сбывается прямо у нас на глазах уже сегодня. В 2022 году произошел беспрецедентный скачок силы и количества природных катастроф. И, судя по прогрессии, они продолжат нарастать с рекордной скоростью. Чтобы человечеству выжить, необходимы срочные, экстраординарные меры. И времени у нас осталось очень мало. В этом коротком видео мы показали только малую часть огромного количества климатических катастроф, которые произошли за 9 месяцев этого года. Но даже по этим примерам видно, насколько аномальными и непредсказуемыми стали катаклизмы и насколько велика их прогрессия. В этом году люди воочию убедились, насколько интенсивно в реальности нарастает глобальный климатический кризис. Сегодня сомнения отпадают у всех. Многим становится страшно. Но по-настоящему страшно то, что ждет нас дальше. Ведь прогрессия нарастает. И что хуже всего, никто до сих пор не может предложить действительно рабочее решение, как противостоять прогрессирующим климатическим катастрофам? Сегодня в докладе мы поднимаем три ключевых вопроса. Первый. Что же является истинной причиной нарастания климатических катастроф? Второе. Что будет происходить дальше? Третий. Какой выход? Мы провели точные расчеты, составили математические модели и аналитические прогнозы. В результате исследований мы пришли к совершенно обоснованному пониманию, что причина изменений климата — это не повышение антропогенного СО2. Дело в том, что сейчас на планете растет не только температура, но и происходит рост аномалий глубоко в недрах планеты. Поэтому причина — рост катаклизмов в другом. Давайте посмотрим на факты множественных тепловых аномалий, которые указывают на проблемы внутри планеты. Одним из признаков изменения климата, который вы сами прекрасно знаете, является таяние ледников. Сегодня точно установлено, что ледники Антарктиды и Гренландии тают снизу. Но какая угроза скрывается за этим? Посмотрите на карту в центре. Вы можете видеть, что красным показана зона, где Антарктида потеряла больше всего льда с 2003 года. Как хорошо видно на карте, это только западная часть Антарктиды. Почему от глобального потепления тает только западная часть материка? Геологам хорошо известно, что западная Антарктида — это относительно молодой континент с тонкой корой. Посмотрите на карту. Вы видите области желто-красного цвета, которые показывают тонкую кору. Восточная часть представлена толстой массивной плитой. Обратите внимание, справа на тектонической карте видно, как западная часть отличается от восточной. Хорошо известно, что Антарктида — это также активный вулканический регион. Сегодня подо льдами Антарктиды открыто уже более 140 вулканов. Присмотритесь, где все эти вулканы? Именно в западной части Антарктиды, причем больше всего именно там, где происходит таяние ледников. Вы могли слышать о том, что больше всех в Антарктиде тают два ледника — Пан-Айленд и Туэйц. Посмотрите, на карте они отмечены красными стрелками. Эти ледники называют ледниками судного дня. Множественные исследования последних лет указывают на то, что именно под этими ледниками находится повышенный тепловой поток, который поднимается из недр. Он идет от вулканов, расположенных рядом. Согласно одному из исследований, территория под Пан-Айлендом очень быстро вздымается, потому что в вулкане под ледником магма более горячая и расплавленная. Это говорит о быстром подъеме магмы в этом регионе. Обратите внимание, когда началось интенсивное таяние ледников Антарктиды? Это 1995 год. Запомните этот год. Сегодня вы много о нем услышите. С 1995 года скорость таяния льда в Антарктиде выросла на 65%. Возникает вопрос. Почему интенсивное таяние ледников началось именно в этом году? Сейсмологи из НАСА обнаружили под западной Антарктидой огромный магматический очаг Мэри Бёрд. Именно от него идет повышенный тепловой поток из недр и активизируются вулканы. Посмотрите, на схеме слева, красными зонами, вы можете видеть этот магматический очаг. Несмотря на то, что магматический мочаг находился здесь миллионы лет, в 1995 году по необъяснимой причине он активировался, что привело к повышению вулканической активности и интенсивному таянию ледников западной Антарктиды. Неоспоримый факт, что Антарктида тает снизу из-за подъема магмы в магматическом очаге. И это происходит с 1995 года. Прямо рядом с западной Антарктидой расположена еще одна аномальная тепловая зона. Океанографы из Германии установили, что в море Уэддл у берегов западной Антарктиды на глубине более 2000 метров вода прогрелась в 5 раз быстрее, чем на поверхности, в то время как верхние 700 метров почти не нагреваются. Это еще один факт, показывающий, что нагрев идет снизу, из недр. На графике справа внизу вы видите, как существенно растет температура, начиная с 1995 года. Только представьте, сколько нужно тепла для подогрева ледяных вод моря Антарктиды. море Уэддла со всех сторон ограничено вулканическими структурами, которые проявляют на данный момент аномальную активность. А регион в проливе Брандсфилд на данный момент является самым сейсмически активным в мире. Посмотрите, на карте он отмечен красной стрелкой. Далее, вы еще услышите в докладе, как в 2020 году здесь произошло 85 тысяч землетрясений всего за полгода. Для сравнения, до 1995 года по всей Земле фиксировалось не более 15 тысяч землетрясений в год. Это говорит о том, что в районе пролива Брандсфилд реактивно поднимается магма и вызывает землетрясения. Ей осталось всего лишь 5 километров до прорыва. Вы видите, что море Уэддала, как и вся западная Антарктида, нагревается также с 1995 года. И это происходит из-за подъема магмы, что сопровождается экстремальным ростом землетрясений. Вы умные люди и прекрасно понимаете, что человек никак не может повлиять на сейсмическую активность на дне океана, к тому же в Антарктике. Вы удивитесь, но схожие процессы происходят сейчас и в центральной части Гренландии. Откуда же повышение теплового потока под Гренландией? Давайте посмотрим видео. Не менее интенсивное таяние льдов происходит и на другой части планеты, в Гренландии. Исследования октября 2020 года показали, что сейчас лед в Гренландии тает быстрее, чем когда-либо за последние 12 тысяч лет. Только за 2019 год ледяной покров Гренландии потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений 600 миллиардов тонн. Удивительно и то, что под поверхностью ледника, толщина которого полтора километра, образуются огромные озера. На сегодняшний день уже известно о шести десятках подледных озер Гренландии. Температура окружающего их льда составляет в районе минус 28 градусов Цельсия. Но эти озера не замерзают. Почему? К поиску ответа на этот вопрос подключилось сразу несколько исследовательских групп ученых. Они обнаружили тот факт, что под Гренландией, так же, как и под Антарктидой, расположен мантийный плюм. Геотермальные потоки, идущие из его недр, являются причиной появления подледных озер и таяния ледников. При помощи гравитационных исследований группа американских ученых под руководством профессора Ральфа фон Фризе оценила толщину земной коры Гренландии. Активное таяние ледников наблюдается в северной части острова, где земная кора тоньше и фиксируется повышенный геотермальный поток из-за поднимающегося мантийного плюма. При помощи данных сейсмической томографии ученые междисциплинарного коллектива сотрудников Института физики Земли имени Шмидта увидели, что поток магмы поднимается от центра ядра к поверхности Земли, как раз под центральной частью Гренландии. Именно в этой области располагается наибольшее количество подледных озер. Ученые рассчитали теоретический тепловой поток, который соответствует данному магматическому очагу, и выяснили, что этого тепла достаточно, чтобы нагреть подошву ледника до температуры плавления льда. Эти же результаты подтвердились аналогичными исследованиями с применением технологии машинного обучения. Теперь вы знаете, что усиленное таяние Гренландии также происходит из-за повышения магмы в магматическом очаге. Ледники Антарктиды и Гренландии с 1995 года начали таять снизу, и это происходит быстрее, чем когда-либо за последние 12 тысяч лет. Это говорит о том, что за период 12 тысяч лет не было такого сильного подъема магмы. Но, как оказалось, как раз этот период 12 тысяч лет имеет огромное значение. Далее вы узнаете, почему магма в магматических очагах начала вести себя так странно, чем это грозит человечеству, и когда это произойдет. Кроме таяния ледников, также и в океане наблюдаются существенные тепловые аномалии. Давайте посмотрим, где это происходит. Океан Океан Источник жизни Как всей планеты, так и нас, людей. Но он перестает быть источником жизни. Еще чуть-чуть, и он станет источником нашей смерти. Вдумайтесь, всего за 30 лет потепление океана увеличилось на 450%. По оценкам ученых, для того, чтобы океан нагревался с такой скоростью, как сейчас, необходимо столько энергии, сколько выделится, если каждую секунду в течение года взрывать 7 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Самым страшным фактом является то, что океан нагревается не только на поверхности, но и на глубине. Группа исследователей из США обнаружила, что средняя глубина океана за последние 60 лет нагрелись в 15 раз быстрее, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И эта прогрессия нарастает с каждым годом все быстрее. На данный момент в науке нет объяснения, откуда берется такое количество тепла. Рассматриваются только теории нагрева океана от Солнца и от выбросов парникового газа СО2 человеком. Но эти причины могут объяснить нагрев только верхних слоев океана на глубину до 200 метров, потому что солнечные лучи не проникают глубже. Максимально нагреться от Солнца вода может до 700 метров в результате перемешивания. Как же объяснить многочисленные факты прогрева глубинных слоев океана? Вдумайтесь, сколько нужно энергии, чтобы прогреть такой объем воды, как Мировой океан? Примеры такого аномального нагрева мы уже видим всюду. Не только на дне, но и на поверхности. В конце 2013 года в заливе Аляска образовался и начал распространяться огромный участок необычно теплой океанской воды размером примерно в одну треть территории Соединенных Штатов. Температура воды во многих местах превышала норму на 5-6 градусов Цельсия. National Geographic окрестил ее гигантской каплей, которая вскипятила Тихий океан. Ник Бонд, климатолог штата Вашингтон, назвал это явление Блоб, капля. Появление таких аномалий стало внезапно учащаться. Есть нечто общее, что объединяет места образования всех этих Блобов. Это геологически активные регионы с молодой тонкой корой, с действующим подводным вулканизмом, трещинами и глубинными разломами земной коры. Это места наиболее активного выхода горячей и подвижной магмы. Океан называют кухней погоды. Прогрев его вод уже усиливает катастрофические тайфуны и ураганы, которые ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. Беспрецедентные масштабы нагрева вод океана говорят о том, что океан уже исчерпывает свои возможности сдерживать энергию, пытающуюся вырваться наружу из недр земли. И когда магма доберется до более плотных и толстых пород континентальной коры, которая в среднем в 2-3 раза толще океанической, тогда начнутся процессы каскадных извержений наземных вулканов. И останавливать этот процесс или искать спасение будет уже поздно. Как мы видим, океан нагревается на дне не только в районе моря Уэддала, но и по всему миру. Уже нагреваются средние глубины, а на поверхность всплывают огромные объёмы нагретой воды, так называемые блобы. Заметим, что такие огромные блобы горячей воды стали появляться после 1995 года всё чаще и чаще. Посмотрите на график справа внизу. Очевидно, что никакие выбросы человека не способны так сильно нагреть океан на 5-7 градусов Цельсия за столь короткий промежуток времени, тем более только в локальных зонах. В свете этого смешно звучит теория о том, что антропогенные выбросы нагревают океан. Океан — это огромный резервуар СО2. В нём растворено 95% всего СО2 на планете. При охлаждении океана его воды поглощают СО2. И, соответственно, чем больше океан нагревается, тем больше он отдаёт СО2 в атмосферу. А если мы с вами уже знаем, что океан нагревается магмой из недр, и вот она причина увеличения СО2 в атмосфере. Именно нагрев океана влечёт за собой повышение СО2, а не наоборот. И человек здесь ни при чём. Рост СО2 является лишь следствием процессов, происходящих в недрах планеты. Как вы понимаете, эти факты указывают на то, что вся наша сегодняшняя климатическая повестка по уменьшению содержания СО2 в атмосфере — это пустая трата времени и денег, в том числе и ваших. Возникает вопрос, а кто же тогда занимается тем, чтобы устранить реальные причины? Артур Виттерита, профессор из Института Мэрилэнда, заметил также, что с 1995 года начинают меняться различные параметры океана и атмосферы. С 1995 года начинает расти влажность атмосферы, что происходит из-за нагрева океана снизу. Посмотрите, изменения в 1995 году отмечены на график красными стрелочками. Профессор Артур Виттерита обнаружил, что также с 1995 года начинает беспрецедентно расти сейсмическая активность по границам тонких океанических плит посреди океанов. Посмотрите на карту справа, где происходит рост этой активности, а на графике красной стрелкой отмечен скачок землетрясений в 1995 году. Сделаем промежуточные выводы. Итак, с 1995 года происходит активный подъем магнат. Это приводит к первое, усиленному таянию ледников Западной Антарктиды и Гренландии снизу вверх. Второе, нагреву моря Уэдла. Третье, росту количества тепловых аномалий в океане. Четвертое, росту сейсмической активности по границам плит в океане. Далее, вы услышите о еще более аномальных процессах в недрах планеты, которые начались с 1995 года. В результате подъема магмы наблюдается беспрецедентный рост землетрясений. Землетрясения обычно происходят на глубине от 5 до 80 километров, где земная кора более хрупкая и растрескивается. Но последние десятилетия регистрируется рост числа землетрясений на глубине, где это считалось невозможным. Это глубина более 700 километров, где землетрясение происходить не должны, потому что породы внутренней мантии пластичные как пластилин и не могут растрескиваться. За последние 7 лет количество глубокофокусных землетрясений выросло в 10 раз. Запомните это. Почему же происходят землетрясения на такой глубине, где они раньше не могли происходить, вы узнаете сегодня из доклада. Самое большое количество глубокофокусных землетрясений наблюдается в зоне, где в январе 2022 года было извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Посмотрите, оно отмечено красной стрелкой на карте. И самое ужасное, что это как раз недалеко от Марианской впадины, где самая тонкая океаническая кора всего 5 километров. Это очень важный факт. Зафиксируйте его также, пожалуйста. Сейсмическая активность растет и на дне океана, и на суше. Землетрясения появляются даже там, где их никогда не было. Растет количество землетрясений, их магнитуда и энергия. Обратите внимание, что в 1995 году происходит первое явное ускорение роста количества землетрясений. Посмотрите на карту перед вами. На ней отмечены землетрясения до 1995 года и после. Вы можете увидеть тот факт, что землетрясения стали расползаться вширь от краев плит и возникать на новых территориях. Важно отметить, что фиксация роста сейсмической активности последние 30 лет никак не связана с количеством сейсмодатчиков на планете. Посмотрите на график. Черными точками непрерывно видны события, которые стали регистрировать по планете, что говорит о высокой плотности сети наблюдений. Уже с 1973 года по всему миру было установлено такое количество сейсмостанций, которое позволяло фиксировать все землетрясения магнитудой 4 и выше, независимо от того, где они происходят. Давайте посмотрим, что это значит для нас, людей. Землетрясения и вулканы. Мощь недр Земли проявляется на поверхности непредсказуемо, приводя к колоссальным разрушениям и уничтожая все живое вокруг. В последние годы эти выплески энергии планеты стремительно растут гигантскими скачками. Начало происходить нечто необъяснимое. В 2015 году в районе Японии было зафиксировано землетрясение на рекордной глубине 751 километр. Такое ранее не наблюдалось и более того наукой считалось невозможным. Предполагалось, что землетрясение происходит только в земной коре и верхней мантии, когда ломаются и смещаются блоки литосферных плит. На большой глубине вещество более пластичное и ведет себя не как хрупкое стекло, а скорее как пластилин. Ломаться здесь нечему, но землетрясения происходят и это факт. Ужас в том, что их количество и магнитуда нарастают. землетрясения землетрясения не только уходят на глубину, но и все больше подбираются ближе к поверхности, а значит они становятся более разрушительными. сейчас сейчас все большее их количество сосредотачивается на глубине около 10 километров. Например, целая серия из 36 сейсмособытий со значительной магнитудой от 4,5 до 7 произошла рядом с Новой Каледонией в начале апреля 2022 только одно землетрясение такой же силы и глубины в августе 2021 года на Гаиде вызвало фатальные разрушения и унесло жизни более 2200 человек. Смертельная угроза все быстрее поднимается к поверхности земли. Прямо на глазах появляются трещины, активизируются разломы. Земля в буквальном смысле расходится под ногами поглощая целые дома. Активизировались разломы в США, Кении, Исландии, Турции, Китае, на Байкале и в других регионах. Каждый из них способен нанести огромный ущерб. Это вскрывающаяся под ногами бездна. На планете растет количество зафиксированных раёв землетрясений, скоплений ритмичных ударов. Для роя характерны близкие по значению магнитуды сейсмособытий, происходящих с коротким интервалом в одном месте. Количество сейсмособытий в отдельных раях землетрясений выросло с единиц и десятков до сотен, а иногда и тысяч. Выросли их магнитуда и продолжительность. Это происходит из-за проникновения магмы и горящих газов в микротрещины пород. Раи фиксируются теперь не только в зонах разломов и возле вулканов, но и в более стабильных регионах. В районе Палгхар в Индии, расположенном в устойчивом континентальном регионе, в сентябре 2018 года начался рой землетрясений и продолжается до сих пор. Только за два года на небольшом участке произошло около пяти тысяч землетрясений магнитудой до 3,8. А то, что происходит с августа 2020 года в проливе Брансфилд у берегов Антарктиды, ученые охарактеризовали огромным магматическим вторжением. За шесть первых месяцев было обнаружено около 85 тысяч землетрясений, максимальная магнитуда которых достигла шести. Обычно эти процессы происходят в геологических временных масштабах, а не в течение человеческой жизни, рассказал соавтор исследования Симоне Ческо, сейсмолог из исследовательского центра в Подсдаме. Магма буквально пожирает литосферную плиту изнутри. За полгода она прошла две трети пути до поверхности. До катастрофического прорыва остается всего 5 километров толще пород. И это лишь один пример. Подобное происходит повсеместно. сейсмическая сейсмическая активность в наши дни — это катастрофа. Но самое абсурдное, что сейчас сейсмические агентства, международные сейсмические базы данных пытаются скрыть тот факт, что количество и магнитуда землетрясений растет. До 2014 года тренда роста количества землетрясений для основных международных баз данных совпадали. А теперь внимание, посмотрите на график, как начали вести себя кривые после 2014 года. Мы видим полное расхождение данных разных сейсмических баз. Что произошло? На этом графике просуммированы все уникальные землетрясения из разных баз данных. Вы можете видеть под цветным столбиком, что до 2014 года базы данных фиксировали одинаковые наборы землетрясения. А с 2015 года они стали фиксировать разные наборы землетрясений хаотично, независимо от региона. Проще говоря, все события стали раскладываться по разным корзинам. Ученые используют какую-то одну базу данных, полагаясь на ее достоверность, и в итоге они не видят реального роста сейсмической активности и полагаются на неполные данные в своих исследованиях. Наибольшей коррекцией подверглись данные сейсмической активности с магнитудой от 3 до 4. Посмотрите, на графике слева видно, как пропал кусок данных маленьких магнитуд. вы можете поверить, что в Индонезии, в одном из наиболее сейсмоактивных регионов, перестали происходить землетрясения маленькой магнитуды. Их количество снизилось от 3,5 тысяч до 8. Почему маленьких? Потому что они наиболее ярко отражают процесс подъема магвы. Они первые начинают расти. И есть еще много подобных примеров искажения данных и занижения магнитуд. В реальности сейчас происходят куда более сильные землетрясения, чем нам говорят. Реальный же рост сейсмической активности на планете выглядит вот так. вы можете сами скачать сейсмобазы и проверить нас. И вы тоже увидите этот мухлёж. Мы их не осуждаем. Мы понимаем, что они прибегают к таким методам, потому что не видят выхода и не хотят сеять панику среди людей. Но можно ли назвать тех, кто так поступает настоящими учеными? Манипуляция информации происходит не только с научными данными, но и в средствах массовой информации. Сегодня можно встретить две противоположные теории изменения климата. Первая, что климат меняется в результате выбросов антропогенного СО2. И вторая, что климат не меняется вовсе. Есть СМИ, которые поддерживают одну или другую теорию, популяризируя её. Но правда в том, что обе эти теории спонсируются из одних и тех же источников, а СМИ и те и другие принадлежат одним и тем же хозяевам. Нам якобы дают выбор, дают две гипотезы, но они одинаково не имеют никакого отношения к реальности. Происходит манипуляция сознанием масс в то время, когда уже давно надо бить в колокол. Это можно ассоциативно сравнить с горящим городом. Представьте, мы с вами живём в городе, где начинается пожар. Дома на окраине нашего города начинают гореть. Мы беспокоимся и задаёмся вопросом, что происходит. Как тут же нам предлагают разные ответы на выбор. Одни говорят, это вообще не пожар, галлюцинация, выдумка, к вам ничего не придёт, это лишь зарево, закат солнца, не беспокойтесь. Другие говорят, это просто мальчики с фонариками бегают. Третьи рассказывают, что это стадо коров, и отблески от них окрашивают небо. Это никакие не пожары, живите спокойно, спите, отдыхайте. В этот же момент четвёртые активно зазывают нас. Смотрите, тут мужики дерутся за деньги, смотрите, или какая красивая речь губернатора нашего города, скорее послушайте. мы, жители города, всё это видим, слышим. И что же нам делать? Мы видим, что дома наших соседей уже горят, и по всем законам следующими сгорят и наши. И что же мы должны сделать? Сказать им, да спите спокойно, пождом не сегодня, а завтра сгорит. А до завтра не надо паники, чтобы не нервничать. Или же мы должны как можно скорее разбудить соседа. Да, он проснётся и испугается, но в нём активируются эмоции и гормоны, которые добавят мышцам силу, чтобы пойти набрать воды и вёдра и скорее тушить соседние дома, пока свой не сгорел. Разве не это мы должны делать, если хотим спасти свой дом? Иначе он однозначно сгорит. Мы будем умолчать или тушить? Хватит лжи, пора тушить пожар. Конечно, мы будем хватать вёдра и бежать тушить, пока можем это делать, иначе завтра сгорят все дома вместе с нами. Нам надо действовать, потому что пожар можем потушить только мы, никто, кроме нас. В данном примере тушение пожара — это и есть информирование человечества о реальной климатической ситуации на планете. СМИ и те, кто ими владеют, не делают это, потому что у них нет решения этой ситуации. Чтобы сохранить покой и стабильность в массах и не допустить паники, они вынуждены нам лгать. В действительности выход из климатического коллапса есть, но для этого все должны проснуться, узнать о реальных и грядущих событиях и начать предпринимать действия. Люди должны знать правду. Далее в докладе мы поэтапно раскроем, что будет происходить с климатом, когда это будет, к чему приведет и, главное, каков выход из сложившейся ситуации для всего человечества. вернемся к процессам внутри планеты. Что же происходит на планете с 1995 года? В этом году ряд беспрецедентных изменений начинает происходить в магнитном поле планеты. Начинается резкое смещение с северного магнитного полюса со скоростью в четыре раза больше обычной. одновременно с этим магнитное поле слабеет в 10 раз быстрее, чем ранее. Ослабление магнитного поля уже сказывается даже на верхних слоях атмосферы. Из-за этого снижается их плотность, и они охлаждаются. Но это еще не все. В 1995 году одновременно со смещением магнитного полюса ось вращения планеты резко меняет направление и начинает двигаться в 17 раз быстрее, чем до этого. Вращение планеты начинает менять свою траекторию. Посмотрите на график справа. Голубыми кругами здесь обозначено вращение оси, каким оно было ранее, до 1995 года. Оранжевыми кругами обозначена новая траектория, которая показывает, что вращение оси Земли смещается в сторону. В это же время, с 1995 года, наблюдается один из этапов беспрецедентного ускорения вращения планеты. Ускорение происходит скачкообразно. Планета резко ускоряется, затем немного замедляется, и с каждым этапом ускоряется ещё сильнее. Посмотрите на жёлтые линии на графике. Это линии трендов, которые показывают, с какой скоростью сокращаются сутки. Например, левая линия более пологая, в то время как правая линия ускорения с 2016 года практически уже вертикальная. То есть сутки сокращаются в разы быстрее. Что это означает? Что наша планета резко раскручивается, как волчок, и с каждым разом всё сильнее? Из-за чего же в 1995 году начинают происходить изменения в магнитном поле, траектории оси вращения планеты и скорости вращения? Мало кто знает о настоящей ядерной угрозе. Настоящая ядерная угроза — это ядро. Ядро нашей планеты. Ядро нашей планеты — это целая система, которая синхронизирует и стабилизирует все процессы в Земле. Оно играет главенствующую роль в климатических изменениях, происходящих прямо сейчас на нашей планете. Почему? Потому что вращение ядра формирует электромагнитное поле, гравитационное, защищает атмосферу и таким образом сохраняет условия для жизни на Земле. Долгое время вращение ядра оставалось неизменным, однако несколько десятилетий назад ситуация радикально изменилась. Всё, что мы с вами уже знаем об анабальных магнитном поле и движении Земли, говорит о том, что произошёл сбой в работе самого ядра. И это катастрофа. Что же происходит с ядром нашей планеты? Давайте посмотрим видео. Еще одним важным показателем, подтверждающим, что в ядре происходят аномальные процессы, является резкое ускорение дрейфа северного магнитного полюса в три с половиной раза за последние 20 лет. Вместе с экстремальным ускорением северного магнитного полюса загадочная аномалия ослабляет планетарное магнитное поле, которое защищает нас от опасного галактического и солнечного излучения. Учёным удалось установить, что магнитное поле Земли ослабло на 9% за последние 200 лет. В результате этого между Африкой и Южной Америкой образовалась область слабого магнитного поля, известная как Южно-Атлантическая аномалия. Кроме того, за последние 5 лет на юго-западе Африки появилась ещё одна подобная область, и она активно растёт. Электромагнитное поле генерируется за счёт динамомеханизма в ядре Земли, и поэтому очевидно, что изменения магнитного поля указывают на изменения в ядре. Ещё одним подтверждением аномального поведения ядра Земли является появление мощного выброса нейтрина из недр, также зафиксированного в 2015 году. Ещё более аномальное событие произошло в 1998 году. Учёные зафиксировали резкое, скачкообразное смещение ядра, наблюдая с помощью спутников за центром масс Земли. В результате скачка ядро резко сместилось на север, по направлению к полуострову Таймыр. В это время на станции Медичина в Италии учёные зафиксировали скачок силы тяжести. Также увеличилась скорость вращения планеты и возросла центробежная сила. Одновременно с этим наблюдалось резкое изменение формы Земли. Измеренная с помощью системы лазерной дальнометрии со спутников США, планета стала аномально расширяться в области экватора. Хотя до этого тенденция была противоположной. Из-за повышения центробежной силы магматические очаги начали всплывать ближе к поверхности, что увеличило геотермальный тепловой поток и количество землетрясений. Начали формироваться новые разломы и трещины, по которым вода с поверхности стала уходить вглубь Земли. В том же году произошло резкое увеличение скорости движения северного магнитного полюса. Скачок центра масс Земли является ключевым фактором нарушения равновесия системы. Это событие привело к диссонансу всех оболочек Земли, что стало причиной резкого увеличения числа многих природных катаклизмов, землетрясений, извержений вулканов, цунами, ураганов, торнадо и так далее. Следует отметить, что в этот же период также синхронно произошли скачкообразные изменения природных процессов на Солнце, Луне, Марсе и других небесных телах Солнечной системы. И это произошло тоже из-за смещения их ядер. Это привело ученых к мнению, что причиной таких синхронных скачков могут быть воздействия на Солнечную систему внешних факторов. Но последние 50 лет наша планета продолжает ускоряться. Эта тенденция усилилась с 2016 года еще больше. 19 июля 2020 года был зафиксирован как самый короткий день за всю историю наблюдений. Такое ускорение вращения массы Земли, несмотря на небольшие величины, повлечет за собой колоссальные последствия уже в ближайшие годы. Сделаем краткие выводы из видео. Как вы понимаете, в 1995 году в ядре нашей планеты начали происходить необратимые разрушительные процессы. Это видно из-за изменения магнитного поля. И как следствие в 1998 году произошел скачок, что усугубило все процессы в разы. В результате скачка ядро Земли резко сместилось на север по направлению к Сибири. Сейчас наблюдается полная дестабилизация ядра. И важно понимать, что сдвиг ядра сказывается на движении магмы в недрах планеты. Посмотрите на траекторию направления сдвига ядра в 1998 году. Скачок ядра вызвал две волны подъема магмы из недр в противоположных направлениях. Один поток магмы направился в сторону Западной Антарктиды, а второй к Сибири. Что происходит сейчас в Сибири? То, чего раньше там никогда не происходило. А именно в Сибири на северных широтах в последние несколько десятилетий фиксируется ряд крайне аномальных явлений. Тайни вечной мерзлоты снизу, пожары под снегом и закипания воды в колодцах. Более того, вот уже 20 лет ученые наблюдают, что Сибирь нагревается в 3-4 раза быстрее всего остального мира. Я подчеркну, в 3-4 раза быстрее остального мира. Посмотрите на карту. Огромное красное пятно демонстрирует то, как средняя температура в Сибири быстрее меняется, чем во всем остальном мире за последние десятилетия. Магма, поднимаясь, начинает нагревать плиту снизу и кипятить грунтовые воды. Однако подъем магмы происходит не только в Сибири и Западной Антарктиде. Где еще происходит подъем магмы и чему это приводит? Давайте посмотрим видео. В последние десятилетия Земля скачкообразно ускоряет свое вращение, а значит увеличивается центробежная сила. В результате в районе экватора планета расширяется и увеличивается в объеме. Это приводит к тому, что земная кора растрескивается, а геологические разломы активируются. В это время в недрах Земли с магмой происходят процессы, схожие с кавитацией крови. Кавитация крови во время кессонной болезни — это угрожающие жизни явления, известные водолазам при быстром всплытии на поверхность. Из-за резкого сброса давления растворенные в крови газы мгновенно высвобождаются и происходит как бы вскипание крови. В недрах Земли резкие сбросы давления связаны с мгновенным увеличением центробежных сил при скачкообразном ускорении вращения планеты. Это вызывает резкое устремление магмы к земной поверхности. Литосферные плиты разрушаются кавитационными микровзрывами активной газонасыщенной магмы так же, как стенки сосудов вспененной кровью у водолаза. Этот процесс разгоняет сам себя, охватывая всё более глубокие слои мантии. Поэтому мы наблюдаем всё более мощные и глубокие землетрясения и сейсмические райи. Подтверждением того, что этот процесс увеличивается и ускоряется, может служить мощное двойное землетрясение на большой глубине в Перу. А распирание и усиление давления на земную кору за счёт кавитации магмы подстёгивает разрушительный процесс. Чем это грозит нам? Скоро мы увидим такую силу извержений и землетрясений, с которой ещё не сталкивалась наша цивилизация. Обратный отсчёт часового механизма магматической бомбы внутри нашей планеты уже запущен. Под натиском массированной атаки из недр Земли более тонкая океаническая кора уже сдаёт свои позиции. Океан пока сдерживал эту мощь, но извержения переходят в наземную фазу. Тонго яркое тому доказательство. Здесь самое большое количество глубокофокусных землетрясений. И от одного только извержения вулкана Хунго-Тонго-Хунго-Хаапай 15 января 2022 года пострадало 80% населения близлежащего региона. Если на такое способен один вулкан, то чего ожидать от массового извержения наземных вулканов? Ведь уже сейчас наблюдается их синхронизация. Более толстая континентальная кора пока держит оборону, но это ненадолго. Это грозит наступлением вулканической зимы и нового ледникового периода. Своей нистовой мощью магма уже разбудила вулканы, которые спали сотни и тысячи лет. Наша планета все больше становится похожа на заминированное поле, где как по цепной реакции начинают детонировать снаряды. Но еще большую угрозу таят в себе те вулканы, которые еще не проснулись. Таких гигантов, как Йеллоустоун, Кампифлегрей, Эльбрус, Лаах, Кикай называют вулканами «судного дня», потому что извержение каждого из них может привести к исчезновению всего живого на Земле. Они тысячелетиями сдерживали мощь недр Земли, но сейчас уже демонстрируют признаки активации. Когда же магма под этими вулканами пройдет критическую отметку, то масштаб катастрофы трудно даже представить. Наша планета раскалывается на части, а нам не до этого. Бесконечные проблемы потребительского формата закрывают нам глаза, не давая увидеть главное. Нас обманывают, манипулируя данными. Статистика по землетрясениям подтасовывается так же, как это происходит с данными температур. Те, кто это делает, молчат. Кто-то за деньги, а кто-то, возможно, чтобы не пугать людей и не плодить панику, чтобы люди спокойно доживали свои последние изнутри. Я не пугать. Люди умерли в доме в доме. Это ночевая. Я хорошо боролся. Пугай этот пугай. Чтобы мы с закрытыми глазами шли прямо в обрыв, пока кто-то знает, но намеренно скрывает или боится озвучить правду. Теперь мы видим, что подъём магмы происходит по всему миру. Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил, и скачки ядра начинают резко выталкивать магму. Чем быстрее вращается планета, тем сильнее она выталкивает жидкую магму от ядра к поверхности. Это происходит по принципу центрифуги. И это происходит не на протяжении миллионов лет. Это происходит прямо сейчас. Вспомните, как быстро всплыла магма у Антарктиды. О недавнее исследование магмы вулкана Фаградальсфиадаль в Исландии, который извергался в марте 2021 года показало, что новая магма происходит из глубоких зон мантийного плюма единого для Исландии и Гренландии. Из-за этого в Исландии происходит рой землетрясений по тысяче событий в день и начали извергаться вулканы, которые не были активными тысячи лет. то есть более глубокие слои магмы поднимаются вследствие перемешивания. Это как будто кто-то большой чайной ложкой мешает компот внутри нашей планеты. При подъеме давление в магме падает, и она вскипает, как кровь при кавитации. Из-за этого магма расширяется в объеме и начинает давить, подмывать и нагревать земную кору сильнее. Помните, мы уже говорили о том, как беспрецедентно растут землетрясения на глубине выше 700 км. И вот ответ на то, что такое глубокофокусные землетрясения в жидкой магме. Это и есть скипание магмы, кавитационные взрывы. Вдумайтесь, в недрах нашей планеты начали происходить взрывы по своей мощности, эквивалентные взрывам тысяч ядерных бомб. Повышение давления магмы расплавляет и деформирует земную кору. Это приводит к тому, что в коре появляются новые трещины, по которым уходит вода. И подъем магмы происходит сейчас везде. И там, где тонкая земная кора, это ощущается сильнее всего. Как мы знаем, и в Западной Сибири, и в Западной Антарктиде очень тонкая кора. Но посмотрите на карту, желто-красными цветами показаны регионы, где также тонкая кора. Это и Европа, и Западное побережье США, Африка, Австралия, Китай и другие регионы. Подъем магмы провоцирует извержение вулканов. Один из самых известных супервулканов Йеллоустоун подает тревожные признаки сейсмической активности. Там растет количество роев землетрясений. На карте обозначены места подъема и опускания поверхности Земли в районе Кальдеры. Магма там находится критически близко к земной коре, и любая малейшая дестабилизация в недрах планеты приведет к извержению Йеллоустоуна. А это катастрофа не только для США, но и для всего человечества. Супервулканы обязательно отреагируют, когда магма подойдет ближе. Движение ядра планеты усиливает давление в магме. И когда давление достигнет критической точки, магма вырвется наружу в виде взрывающихся вулканов. Помните, мы говорили о Марианской впадине, где самая тонкая океаническая кора 5 км и больше всего глубокофокусных землетрясений, то есть происходит больше всего кавитационных взрывов магмы. И более страшный факт, чем взрыв Йеллоустона, это прогноз о землетрясении магнитудой 10 недалеко от Марианской впадины. Таких мощных землетрясений еще не было на памяти нашей цивилизации. Это значит, что магма легко прорвет 5 км. Коры и что грозит прорывом магмы в Марианской впаде, вы сегодня узнаете позже в докладе. Каковы же причины подобной нестабильности ядра и ускорения нашей планеты? Что выталкивает магму наружу? Детальный анализ геологической информации показал, что 12 тысяч лет назад на нашей планете уже происходили подобные катастрофические изменения. Аналогичные изменения, которые мы наблюдаем сейчас, происходили перед пиком сокрушительной катастрофы чуть больше 12 тысяч лет назад. Эти события называют Аль-Лерёдским потеплением и последующим за ним оледенением позднего Дриаса. 12 800 лет назад глобальные температуры взлетели на целых 15 градусов по Цельсию всего за несколько лет. Внезапно большая часть ледяных щитов растаяла и Земля вышла из полного ледникового периода. В это время происходили экстремальные наводнения и стихийные бедствия, интенсивное повышение уровня моря. В это время остановился Гольфстрим, так же, как это происходит и сейчас. Учёные из Университета Канзаса доказали, что примерно 12 800 лет назад на Земле произошёл гигантский пожар, который охватил десятую часть поверхности всей планеты. Другие исследователи также обнаружили, что в Сибири 12 000 лет назад бушевали большие пожары. И сейчас происходит всё больше масштабных пожаров, которые невозможно затушить. Основываясь на анализе спутниковых снимков, учёные обнаружили, что 10-13 тысяч лет назад в пустыне Сахара и других регионах сформировались крупнейшие известные дюны, что говорит об огромной силе ветров во время позднего Дриаса. Кратковременное усиление ветров в этот период зафиксировано и по данным ледяных кернов Гренландии и исследований на Аляске. Сейчас на Земле происходит то же самое, что и в позднем Дриасе мы видим, как усиливаются ветра, ураганы, тайфуны, торнадо, как они разрушают целые города, ровняя их с Землей. Именно в смену цикла 12 тысяч лет назад была сильная сейсмическая активность. Об этом говорят данные радиоуглеродного анализа, а также палеогеографические реконструкции периода позднего Дриаса. В этот же период времени, более 12 тысяч лет назад, так же, как и сейчас, происходило резкое ослабление магнитного поля и смещение полюсов, которое получило название «Экскурс Гетеборга». Причиной всех этих резких изменений была аномальная магматическая активность, вызванная изменениями в ядре. Это выразилось в масштабных вулканических извержениях, которые учёные зафиксировали в позднем Дриасе по пыли и следам кислотных дождей в ледниковых кернах. Анализ отложений, обнаруженных в пещере которые вызвали вулканическую зиму около 13 тысяч лет назад и оледенение по всему миру. После внезапного потепления в позднем Дриасе случилось столь же резкое похолодание. Это событие привело к массовому вымиранию мегафауны. На северных склонах Сибири во льдах были обнаружены тысячи замороженных мамонтов и других млекопитающих. Произошло резкое сокращение численности человеческого населения, в том числе вымирание кроманьонцев. Все эти катастрофические события произошли всего за несколько десятилетий. Как вы видите, в позднем Дриасе началось смещение магнитного полюса прямо как это происходит и сейчас. А на планете в результате подъема магмы были катастрофические извержения. В это время вымерло 90% мегафауны, а также произошла демографическая катастрофа и человечество сократилось до 140 тысяч человек. Однако в этот раз все будет намного хуже и скоро вы узнаете почему. Проанализировав геологические данные за последние 100 тысяч лет, мы заметили, что резкие дрейфы магнитных полюсов происходят с определенной периодичностью. Посмотрите на график. Вы видите временные промжутки, когда происходили такие смещения полюсов. Это приблизительно каждые 12-13 тысяч лет. Согласно геологическим свидетельствам, в эти периоды происходило и ослабление магнитного поля 8-10 раз. Вспомним, что это же происходит и сегодня. Наше магнитное поле слабеет в 10 раз быстрее, чем в прошлом веке. Мы с вами уже знаем, что изменения в магнитном поле происходят не сами по себе, а вследствие изменений в работе ядра планеты. Таким образом, мы видим, что каждые 12 тысяч лет движение ядра Земли по неким причинам резко изменяется. И всё это происходит вследствие того, что нечто циклично вызывает резкие нарушения в работе ядра. Также, согласно исследованиям Керноп-Льда, каждые 12 тысяч лет происходил аномальный рост вулканической активности. Мы уже знаем, что причиной этого является подъём магмы к земной коре. На графике вы можете видеть, когда происходили такие извержения. Размер кругов отражает размер извержения. Обратите внимание на большие красные круги. Они указывают на то, что каждые 24 тысячи лет извержения вулканов более катастрофические. Такие извержения супервулканов уничтожали практически всё живое на планете. Археологические свидетельства говорят о том, что каждый раз во время этих катастрофических извержений вымирали практически целые виды Homo sapiens. 24 тысячи лет назад извергался вулкан Таупа в Новой Зеландии, а 48 тысяч лет назад Эльбрус. Об этих вулканах уже и оба вот этих вулканов показывают признаки аномальной активности в наши дни. Только за прошлый месяц в районе Таупа произошло 700 землетрясений, а 72-74 тысячи лет назад было извержение вулкана Тоба. Это было одно из самых сильных извержений на земле за последние 25 миллионов лет. Археологи считают, что в этой катастрофе на всей планете выжило всего от двух до десяти тысяч человек. То есть человечество было в шаге от вымирания. Важно отметить, что каждые 12 тысяч лет резко меняется климат и средние температуры на планете подскакивают на 10-15 градусов Цельсия. Это сопровождается катастрофическими наводнениями и стихийными бедствиями. Посмотрите на график, на нем видно, что каждые 12 тысяч лет происходят резкие скачки температуры. Важно отметить, что согласно кернам льда каждый раз во время цикла растет концентрация СО2 от нагрева океана. Это же происходит и сейчас. В работах, которые были написаны до 1985 года, сказано, что концентрация СО2 в предыдущих циклах могла быть в 5-10 раз выше, чем сейчас. Но после созыва экспертом ГИК эти данные начали загадочно исчезать из статей. СО2 действительно растет, но сейчас это никак не связано с человеческой деятельностью, так же, как это не было связано и в прошлые разы, так же, как и в прошлые разы, изменения температур происходили без участия человека. Мы не против СО2. Мы знаем, что антропогенный фактор влияет на климат всего лишь на 1%. Но, друзья, мы сейчас не говорим, как 1% углекислоты влияет на всё остальное. Мы говорим, как нам выжить, потому что перед нами огромная проблема. Это можно сравнить с тем, что нас волнует то, что на автомобильной ручке ободралась краска, и это портит внешний вид машины в то время, когда что-то застучало в двигателе, и мы не знаем, когда оно остановится. Но, судя по нашим расчётам, это будет скоро. Модель прогрессии, которую мы вам представим, мы считали очень аккуратно, потому что это в наших человеческих интересах. Сейчас мы видим критический рост климатических катастроф на Земле. Вместе с тем, мы знаем, что последний раз подобные изменения в ядре происходили 12 тысяч лет назад. Красная стрелка отмечена наше время. Как вы видите, от предыдущего пика нас отделяет 12 тысяч лет. Факты и даты очень упрямая вещь. Поэтому, к сожалению, вынуждены констатировать, что мы находимся как раз в очередном таком цикле, в 12-тысячелетнем цикле климатических катастроф, на который накладывается 24-тысячелетний цикл более катастрофический. Поэтому, к сожалению, нас ждёт худший сценарий. Мы видим, что давление магмы уже нарастает. О чём это говорит? Вы умные люди и прекрасно умеете делать прогнозы на основе имеющихся данных. Это говорит о том, что те климатические изменения и стихийные катастрофы, которые мы с вами сегодня наблюдаем на Земле, это только начало. Это ещё не беда. На самом деле, настоящая беда впереди. И согласно нашей математической модели, она очень, очень близко. С учётом прогрессии мы вычислили, как происходили 24-тысячелетние циклы. И проанализировав то, как сейчас всё развивается, мы высчитали этапы, когда будет пик и чем это закончится. Об этом вы услышите далее. Но что же вызывает цикл катаклизмов, и каждые 12 тысяч лет влияет на ядро нашей планеты? Давайте посмотрим видео. Исследователи считают, что эта цикличность имеет галактическую природу, то есть связана с циклом вращения галактики. Излучение из центра Вселенной каждые 12 тысяч лет воздействует на Солнечную систему и даже влияет на Солнце. В 1998 году был зафиксирован не только скачок ядра Земли, но и Луны, Солнца и других планет. В последние десятилетия учёные начали фиксировать резкое изменение климата на всех планетах и спутниках Солнечной системы, рост количества гигантских штормов и ураганов, аномальные температуры, увеличение вулканической и сейсмической активности. Сейчас на Земле фиксируется повышенный поток космической радиации в связи с низкой активностью Солнца. Учёные обнаружили свидетельства того, что бомбардировка космическими лучами произошла и 12500 лет назад. Кроме этого, на планету каждые 12000 лет идёт неизвестный поток жесточайшей космической энергии из центра Вселенной. Это высокоэнергетическое воздействие происходит на микроуровне и обладает огромным потенциалом, который способен спровоцировать сдвиг ядра планеты. Галактическое излучение нарушает жизненные циклы биосферы. Деревья массово начинают выделять больше углекислоты, болота выделяют соединения смертельных газов. В этот раз Земля может стать очередной мёртвой планетой, такой же, как и Марс. Сейчас иммунитет планеты уничтожен токсинами, которые выделила наша техногенная цивилизация. Больной организм планеты может не пережить те колоссальные нагрузки, которые создаёт цикличность раз в 12 тысяч лет. Каждые 24 тысячи лет катастрофы более разрушительны, так как Солнечная система становится ближе к излучению из центра Вселенной. Сейчас мы попадаем в эту точку ближнего взаимодействия. Планета доживает свои последние годы, а вместе с ней и мы, если будем бездействовать. Как вы увидели из видео, резкие климатические изменения происходят сейчас и на других планетах Солнечной системы. То есть причиной изменения климата является некое внешнее воздействие, повышенное излучение энергии, которое явно идёт из космоса. Свидетельством этому является то, что аналогичные процессы наблюдаются на всех планетах нашей системы. Давайте сделаем промежуточные выводы. Мы входим в более опасный цикл катаклизмов 24 тысячи лет. При этом экология планеты убита и иммунитет планеты ослаблен. При том, что мы ещё даже не вошли в пиковый момент цикла, катастрофы и катаклизмы нарастают уже с ужасающей скоростью. В данном случае подземные бункеры не помогут. Они просто расплавятся, потому что магма поднимается снизу. И теперь ключевой вопрос нашего доклада. Сколько осталось времени до того, как случится катастрофа нашего цикла? Посмотрите снова на график сейсмической активности, пожалуйста. Вы наглядно видите геометрическую прогрессию. Данная прогрессия имеет математическую закономерность и просчитав её совместно с лучшими учёными, геологами, аналитиками, мы смоделировали, в какой прогрессии рост землетрясений будет ускоряться в будущем. И то, что мы обнаружили, повергло нас в крайний ужас. Почему? Посмотрите сами. Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в три раза. Если бы в такой прогрессии росли ваши доходы как предпринимателей, вы были бы самыми успешными бизнесменами. Но, к сожалению, это прогрессия нашего с вами конца. Чем больше будет происходить землетрясений, тем больше будет повышаться их магнитуда. И уже к 2028 году на земле будет происходить тысяча разрушительных землетрясений в день. А в 2036 году будет происходить больше миллиона землетрясений в год. Вдумайтесь, больше миллиона землетрясений в год. Что это, если не наш конец? Уже в 2028 жизнь будет практически невыносимой. это буквально через шесть лет. Только вдумайтесь, вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу, вашим планам через шесть лет конец. А в 2036 году конец всему человечеству. экономисты из разных стран посчитали, как эта прогрессия катаклизмов будет отражаться на мировой экономике. Здесь вы видите график этой прогрессии. Динамика очевидна. Это говорит о том, что крах глобальной экономической системы произойдет уже в 2030 году. Уже в 2030 году мировой ВВП не сможет покрыть все убытки от климата. По факту, всему мировому бизнесу осталось не более шести семи лет. А дальше процессы будут усугубляться еще более критично. Почему? Мы приходим к выводу весьма печальному. Если бы мы жили в период 12-тысячелетнего цикла, то пусть и с большими потерями, но мы бы его прошли как цивилизация и продолжили наше существование. Но мы живем в 24-тысячелетнем цикле. Судя по тому, как его переживала наша планета ранее, это тотальные разрушения. Взрывались супервулканы. Большая часть всего живого просто сметалась. И наша математическая модель, учитывающая всесторонние данные того, как происходили процессы изменения климата раньше и как происходит сейчас, дает понимание того, что Земля идет по пути Марса. Мы просчитывали разные варианты развития событий и пришли к выводу, что в любом, даже самом мягком варианте прохождения нынешнего цикла всё человечество погибнет. И согласно нашей математической модели, это произойдет не позднее 2036 года. Да, мы уже сейчас переживаем не лучшие времена, экономический кризис, геополитический кризис. Многие регионы на планете реально на грани голода. Происходят масштабные катаклизмы, где-то палящие засухи, а где-то жуткие наводнения, ураганы, цунами, землетрясения. А представьте, что будет, когда на планете от землетрясений почти живого места не останется, когда уже будет большая часть бюджета всех стран будет уходить на покрытие убытков от катаклизмов. Конечно, будут критически ухудшаться условия жизни, расти цены на всё, на воду и продукты, газ и бензин. Но уже через 14 лет никому не будут нужны ни вода, ни еда, ни газ, ни бензин. Ничего. Потому что после того, что произойдёт не позже 2036 года, это уже никому не понадобится. Что же произойдёт на нашей планете в 2036 году? Мы подготовили подробную модель тех событий, которые будут происходить. И сейчас представим её вам. Мы считаем своим долгом детально доложить вам всю серьёзность ситуации. Мы знаем, что магматическая активность растёт каждый раз во время цикла. Но в этот раз мы видим, что все процессы развиваются мощнее и сильнее ввиду того, что данный цикл катаклизмов происходит раз в 24 тысячи лет, и он более мощный. А иммунитет планеты разрушен технологической нагрузкой нашего человечества. Именно по этой причине, несмотря на то, что мы ещё даже не вошли в зону прямого действия излучения на ядро нашей планеты, мы видим уже беспрецедентный рост катаклизмов. Масштаб событий мы вывели, исходя из той прогрессии, которую удалось оценить по росту числа и силы землетрясений. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Магма через эти трещины начнёт подниматься в той геометрической прогрессии, которую вы видели на графике. Далее это приведёт к тому, что местами будут происходить микроразрывы в коре. Это увеличит магматическую активность. И она будет нарастать ещё больше, пока не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры в океане произойдёт масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдёт с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения. И именно там самая тонкая кора на планете. Всего 5 километров. Вначале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, первый раз корур прорвёт магма, которая резко взорвётся. Затем произойдёт серия микровзрывов. Мы говорим микровзрывы, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдёт самое ужасное. Чтобы понять, что происходит дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскалённым металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объём магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвёт Марианский жёлоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами кубометров магмы. За счёт резкого распада океанической воды произойдёт выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдёт огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в тысячи раз превышать весь запас ядерного оружия, имеющегося на Земле. Под сильнейшим давлением океан не просто закипит, он взорвётся. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвёт нашу атмосферу. Атмосфера свернётся подобно одеялу, её просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу сметёт в буквальном смысле слова со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный внутрь нашей планеты. Потому что 11 километров толщи воды в Марианской впадине это огромнейшее давление в точке, где произойдёт взрыв. И это давление в свою очередь отразится на гидроударе. Произойдёт мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные кавитационные процессы. Это приведёт к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально разорвёт планету изнутри. Магма от такого удара будет вести себя как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальёт лавовыми потоками, так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешнее в ядра остановится. Наша планета умрёт. Этот процесс займёт всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электромагнитное поле и гравитационное. После этого все спутники упадут с околоземной орбиты, в том числе и Луна. Если Луна будет находиться над восточным полушарием, то она будет отброшена взрывом и притянется Солнце. А если Луна будет находиться над западным полушарием, то в момент, когда гравитационное поле пропадет, она упадет на Землю. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать, так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. Данная математическая модель говорит о том, что если процесс разрушения будет протекать достаточно медленно и не будет никаких провоцирующих факторов на ускорение, то всё, о чём мы говорим, произойдёт в октябре 2036 года. И это при условии, что ранее не произойдёт никаких провоцирующих факторов, а это может быть падение метеорита, взрыв ядерной бомбы, усиление колебаний того же ядра или взрыв супервулкана. Сейчас во всём мире нагнетается угроза ядерной войны. Со всей ответственностью можем сказать, что ядерная война в настоящее время ускорит апокалипсис. Это нанесёт непоправимый урон, вообще добьёт экономику и будет способствовать дестабилизации процессов внутри ядра, их ускорению. Мы ускорим свой судный час. Это не решение вопроса. Это огромная глупость. Мы лишаем себя последнего времени, когда можем что-то сделать. Сейчас не время разъединяться и воевать, время объединяться и решать более глобальные вопросы, чем геополитические разногласия. Мы живём во время, во времена, когда выживание всего человечества должно стоять гораздо выше частных интересов определённых стран. Всё гораздо серьёзней. Плохо, что ещё есть такие люди, которые этого не знают. Мы исходим из того, что мы наблюдаем, а ядро может качнуть сильнее в любой момент. Это не апокалиптический прогноз, это математические расчёты. К сожалению, это реальные факты, это математическая модель, которая учитывает совокупность всех признаков, которые мы измеряем и наблюдаем, включающие в себя темп изменения сейсмической активности, соотношение нарастания катаклизмов, изменения ветров, изменения атмосферы, таяния ледников снизу и нагрев глубоких слоёв океана, идущих со дна. Всё это говорит о том, что гибель нашей планеты практически неизбежна. Учитывая то, что решением этого вопроса никто не занимается, вероятность данного сценария 99,9% исходя из сегодняшних данных. Почему не 100%? Потому что единственная погрешность, какая может быть, что это может случиться раньше, если будут какие-то ускоряющие факторы. Кто сомневается, пожалуйста, пересчитайте самостоятельно. У нас нет сомнений. Мы уже это всё пересчитывали неоднократно. Дай Бог, чтобы мы ошиблись. Мы привлекли учёность из всех существующих наук, чтобы понять это влияние и продолжаем привлекать. Нет ни одной науки на сегодняшний день, которая могла бы увидеть все изменения, о которых вы сегодня узнали. Наука вся разделена. Сейсмологи занимаются только землетрясениями. Вулканологи только вулканами. Никто ничего по факту не знает. Вся наука свелась к наблюдению за фактами и постановкой мысленных экспериментов. Мы до сегодня даже не знаем, как устроена наша планета. Но судя по тому, что мы видим за окном, наша гипотеза верна, методом. Потому что она чётко входит в математическую модель. Благодаря математике мы знаем сегодня правду. Именно она смогла объединить все наблюдения. И благодаря математике мы смогли построить модель ещё 10 лет назад. 8 лет назад она была опубликована, и она полностью подтверждается текущими событиями. К сожалению, она подтверждает каждый день, что она не гипотеза, это факты. Но мы хотели бы, чтобы было по-другому. Но против математики не поспоришь. И в отличие от антропогенной модели изменения климата, которые нам пытаются навязать, мы говорим правду о том, что происходит с климатом. И против этих фактов нет ни у кого ни аргументов, ни доказательств. Наши аргументы за окном, модель, о которой мы говорим, реально. Поэтому мы действуем. А вы не боитесь? Значит, вы или очень смелый человек, или дурак, или суицидник. Не боится только человек, склонный к суициду, а нормальный боится. Мы первые были бы рады, если бы мы ошиблись. Но, к сожалению, чем дальше мы изучали этот вопрос, тем больше убеждались в неизбежности катастрофы. И тем больше мы задумывались над тем, как это остановить. Мы искали решение и нашли его. Исходя из того, что такие же климатические изменения происходят на других планетах Солнечной системы и даже на самом Солнце, мы понимаем, что это влияние извне, это некое космическое излучение. Причем каждые 24 тысячи лет оно действует сильнее на нашу планету. Именно это излучение задает цикличность катаклизмов и влияет на планету, в том числе и на нашу. Что это за излучение? На сегодняшний день нам известно, что энергия, которая оказывает воздействие на нашу планету и приводит к дестабилизации ядра, аналогично тому виду энергии, благодаря которому запутанные частички связываются между собой, находясь на разных концах галактики. Этот вид энергии еще не изучен, но мы точно знаем, что это не нейтрино и не электромагнитное воздействие, это другое. Сегодня, как человечество, мы уже знаем, что квантовая связь через межзвездное пространство возможна. Уже многое понимаем и знаем, но недостаточно. Поэтому, чтобы остановить это космическое воздействие на нашу планету, нам надо противопоставить ему равное по силе противодействие такой же энергии. Но для того, чтобы мы могли это сделать, нам нужно найти эту энергию, изучить и научиться ей пользоваться, хотя бы так же, как мы используем электричество. Ведь сегодня никто не знает, что такое электричество, но мы им всем пользуемся. На планету влияет высокоэнергетическое воздействие огромной силы, потому что способно сдвинуть ядро планеты и произвести изменения в микромире. Эта сила пока находится за гранью понимания нашей науки. Но мы и раньше сталкивались с силами, которые не понимали. Например, радиоволны. Это можно сравнить с тем, как если бы мы отправили наш современный айфон на 300 лет назад, смогли бы нам по нему позвонить люди, живущие тогда. Нет, никто не смог бы позвонить, потому что они элементарно не знали бы, как его включить и как им пользоваться. Это как если бы им тогда сказали, что они могут использовать радиоволны, чтобы общаться друг с другом. На том же уровне развития находимся и мы сейчас по отношению к этой невидимой физической силе, которая влияет на нашу планету. Да, общее понимание процессов у нас есть, но слишком огромный объем научной работы нужно выполнить. Нам необходим единый интеллектуальный кулак, в который должны войти лучшие умы человечества. Не лжеученые грантоеды, а настоящие ученые. К сожалению, в нашем нынешнем потребительском формате это сделать невозможно, так как все лучшие ученые мира скрыты от нас в закрытых лабораториях и конструкторских бюро. В основном они заняты разработкой оружия. И ни одно государство в современных реалиях не выдаст их и не позволит им объединиться, так как наивысший приоритет сейчас сохранение власти, а не человеческих жизней. Поэтому нам необходимо изменение формата существующего строя. Нам необходимо созидательное общество. Это наш единственный шанс Большое спасибо за внимание. Эта информация шокирует. И самое ужасное, что об этой информации знают лишь единицы. Поэтому сейчас перед нами вопрос, что же делать? Давайте по порядку. Проблема, которую нам предстоит с вами решить, еще никогда не стояла перед человечеством. 2036 год, год нашего с вами конца, если ничего не изменить. У нас есть всего лишь 5-6 относительно стабильных лет, чтобы сделать все возможное и невозможное и противопоставить что-то тому излучению, которое сейчас идет на нашу Землю и вызывает эти катастрофические разрушения. Это вопрос выживания всех и каждого. Климатические катаклизмы набирают обороты, и на сегодняшний день в научном мире не выдвинута ни одной рабочей модели решения этого жизненно важного вопроса. То есть ученые, о которых мы знаем из СМИ, нам не помогут в поиске решения. Это люди, для которых важны гранты и звания, а не правда. яркий пример в то время, как климатические изменения уже очевидны для всех. 1200 таких ученых подписывают протокол о том, что климат не меняется. Почему они это делают? Им либо за это платят, либо они это делают ради продвижения по карьерной лестнице. Могут ли такие ученые дать нам реальный выход? Конечно нет. Все, чем была занята официальная наука сегодня, это борьба за более престижные каюты на тонущем корабле. Нас это не устраивает. Мы хотим спасти корабль в целом, потому что на этом корабле мы все плывем, и он уже тонет. Нам нужны настоящие ученые, те, которые знают, как спасти этот корабль. Нам нужны ученые, которые обладают практическим научным опытом и реальными знаниями, необходимыми для решения этой проблемы. Где же эти ученые? Ни для никого не секрет, что сейчас лучшие умы человечества задействованы в военном секторе. Они обладают прикладными знаниями и практическим опытом. Это те, кто в закрытых лабораториях разрабатывают новые технологии, которые сейчас, к сожалению, используются против человечества. Этих ученых скрывают государства в закрытых конструкторских бюро. Сегодня ни одному государству невыгодно показывать тех, кто являются настоящими умами. Почему? В нынешнем потребительском формате доминируют политика, в которой все друг другу враги, где на первом месте стоит гонка за власть и доминацию. Поэтому страны будут продолжать скрывать и использовать этих ученых как гарант своей безопасности. Но они пока что не понимают, что сейчас у нас один враг. Это климат. нет смысла изобретать оружие, которое нас убьёт, потому что мы и так все на грани. Нас и так убьёт климат. У нас осталось 5-6 лет, чтобы совершить скачок в развитии науки. Для этого нам необходимо объединить настоящих учёных и все наши интеллектуальные и материальные ресурсы в одной единой цели. Эта цель — изучить то излучение, которое влияет из космоса на нашу планету и найти, что ему противопоставить. Да, это прекрасно, что на сегодняшний день уже есть сообщества учёных, которые поняли реальную причину изменения климата. Сегодня мы с вами услышали доклад представителей этого международного научного сообщества, которыми на протяжении многих лет ведётся большая научная работа по поиску решения. Но, как мы понимаем, этих учёных недостаточно. Они сами не справятся. Надо освободить из закрытых лабораторий всех лучших учёных мира, объединить их за одним столом и поставить перед ними цель найти решение, чтобы спасти нас всех. Но реально ли это в сегодняшнем формате общества? Нет, потому что сейчас во главе стоит власть единиц над миллиардами, за которую они будут бороться до конца. Потому ни одно государство не даст своих самых лучших учёных. Невозможно объединить специалистов из конкурирующих между собой закрытых лабораторий. Какой же выход? Необходимо добиться того, чтобы этим учёным не нужно было разрабатывать учёное, разрабатывать оружие, а странам не нужно было защищаться. Звучит невыполнимо для нашего потребительского формата, поэтому единственный вариант освободить настоящих учёных — это изменить модель существующей социальной организации мирового общества на такую модель, где войны будут невозможны и полностью исключены. Таким образом, у настоящих учёных по всему миру появится возможность всецело направить своё внимание на решение глобальной климатической угрозы. И это нужно реализовать как можно скорее, потому что времени у нас крайне мало. Ещё десять лет назад, когда ситуация с климатом и его прогрессией стала для нас очевидной, мы запустили процесс разработки такой новой модели. Поскольку данная модель касается глобальных перемен, во всём мире она должна учитывать комплексно все факторы, обеспечивающие безопасность общества. Мы изучили мировой исторический опыт, чтобы учесть все ошибки человечества. Главное, что мы поняли, новая модель общества должна соответствовать запросу всех людей. Ведь мы, как человечество, уже достаточно сражались, проходили через экономические кризисы, голод, войны. И всё это повторяется по кругу уже тысячи лет. Поэтому, если менять формат общества, то менять кардинально и на такой, который будет обеспечивать наилучшие условия жизни для всех людей. На протяжении десяти лет мы с волонтёрами и специалистами со всего мира проводили масштабную аналитическую работу и многочисленные социальные опросы по всему миру. Были опрошены миллионы людей из более 180 стран. Проводились интервью и консультации, международные круглые столы и конференции с экспертами в разных отраслях. Изучив и проанализировав запрос людей по всему миру, мы смогли сформулировать и сформировать рабочую модель, которая преобразовывает все сферы общества. И, что важно, она гарантирует возможность объединения учёных для скорейшего решения проблемы с климатом. На основе всестороннего анализа волеизъявления людей были сформулированы восемь основ, которые делают эту модель рабочей. Они воплощают с собой то, чего хотят все люди. Мы назвали эту модель созидательное общество. В дальнейшем мы будем оперировать этим термином. Назвать модель можно и иначе, но дело не в названии, а в сути этой модели, которая поможет нам справиться с глобальным климатическими катастрофами. Давайте подробнее рассмотрим, что собой представляет эта модель и в чём её принципиальное отличие от нынешнего уклада общества. Первое, в созидательном обществе в основу всего ставится жизнь человека, а не прибыль. второе, власть будет принадлежать людям, а не концентрироваться у одного лица или отдельной группы лиц, как это происходит сегодня. Созидательное общество — это формат, в котором жизнь, свобода, безопасность и благополучие каждого человека являются высшей ценностью не на бумаге, а на деле. Общество, где отсутствует власть одного человека над другим, где люди сами принимают решения по ключевым вопросам сообща, не перекладывая ответственность на небольшую группу лиц. Органами общественного самоуправления становятся координационно-исполнительные группы специалистов, которые находятся под постоянным общественным мониторингом. Люди имеют все инструменты по отзыву и контролю людей, принимающих участие в этих группах, потому что их деятельность должна быть направлена исключительно на пользу человечества. В этой модели общества человеку по праву рождения принадлежат все ресурсы — вода, газ, нефть, электричество, природные ископаемые. Исключается возможность узурпации ресурсов в одних руках, а значит, и доминирование одного человека или группы людей над большинством. И всё это гарантируется тем, что основой Конституции всех стран становится восемь основ Созидательного Общества, которые вы сейчас видите на экране. Это позволяет мирным путём на законодательном уровне переформатировать ценностный фундамент мирового общества с античеловеческого в человеческий и сделать жизнь человека наивысшей ценностью. Хочу сделать акцент на том, что Созидательное Общество возможно построить только мирным путём при условии поддержки всех людей. Для этого все люди должны быть ознакомлены с этой моделью. Созидательное Общество обеспечит мир безбедности, преступности и насилия. Это даст нам безопасную, комфортную жизнь в любой точке мира, стабильность и уверенность в своём будущем и в будущем своих детей, возможность развивать свой бизнес в устойчивой и предсказуемой экономике. Мы сможем ввести в эксплуатацию технологии, которые закрыты к использованию в нынешнем потребительском формате. Более того, это даст человечеству доступ к новым способам генерации энергии. Это позволит ускорить наше развитие как единой общечеловеческой цивилизации. Такое общество выгодно для всех. Но самое главное, оно даёт нам шанс на выживание, потому что созидательное общество — это полное отсутствие войн. А это значит, что настоящие учёные смогут обрести свободу, объединить свой интеллектуальный потенциал. Тогда они смогут совместно найти, что противопоставить космическому излучению, влияющему на нашу планету, что в свою очередь остановит процесс дестабилизации ядра нашей планеты и вскипания магмы. Математическая модель, которую мы с вами сегодня услышали, ясно говорит о том, что если мы ничего не сделаем, то 2036 год станет нашим концом. Мы хотели бы, чтобы эта модель была ошибочна, но, к сожалению, она правдива. Вы можете сами проверить расчёты и убедиться в её достоверности, но только не ссылайтесь на проплаченных учёных, которые до последнего отстаивают ложные гипотезы об изменении климата, тем самым теряя наши с вами деньги, тратя деньги и теряя драгоценное время. Настоящий учёный тем и отличается, что он меняет свои взгляды, если видит новые обстоятельства и факты, он не игнорирует их, а принимает. У нас больше нет времени игнорировать реальность. У нас есть всего лишь шесть относительно стабильных лет до точки бифуркации. Шесть лет, пока мы ещё можем что-то сделать, спасти себя, своих родных и близких. И мы прекрасно понимаем, почему первые лица государств умалчивают об этом, потому что они боятся того, что народ станет неуправляемым, ведомым паникой. Более того, они просто не знают, что делать, но мы знаем. Поэтому мы сегодня здесь докладываем данную информацию для вас, потому что мы знаем, что вместе у нас получится совершить необходимую перемену в нашем мире и выжить, если мы действительно этого захотим. Спасибо. Спасибо, Ольга. Спасибо всем, нашим многоуважаемым спикерам и учёным. Действительно. Сегодня мы говорим о вопросе выживания всех и каждого. Здесь уже не до конфликтов и недовольных. Угроза над всеми, над каждым. при желании любую войну можно остановить, а то, что происходит сейчас с климатом, мы остановить не сможем, если не построим новую модель общества и за короткий срок не найдём выход из климатического коллапса. Мы сейчас видим, что модель созидательного общества даёт нам реальный шанс. Что также важно, данная модель даёт решение всем современным кризисам, позволяет сформировать прекрасное общество, жизнь, которой достоин каждый человек. Это будет прекрасный мир, полный возможностей для каждого человека, в том числе для предпринимателей. Я с удовольствием представляю доктора Симу Манрал Неги, директор Всемирной школы Сан-Джуани в Мумбаи, коуч счастливой жизни. Она является вице-президентом Ротари-клуба Западного побережья Мумбаи и социальным послом Индийского фонда развития. Также она лауреат премии Ротари National Builder Award. Доктор Неги сотрудничает со многими образовательными и общественными организациями и вкладывает своё время и усилия в улучшение системы образования и общества. Она является международным оратором, и её высоко ценят в семи странах. Доктор Неги была удостоена многих престижных национальных и международных наград. Её деятельность признана в Книге Мировых Рекордов Великобритании, Книге Мировых Рекордов Азии и Великой Книге Рекордов Индии в личной и профессиональной категории. Добро пожаловать, доктор Неги. Вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу честно признаться, я просто шокирована информацией о климате, которая сегодня прозвучала, и о том, что нас ждёт в 2036 году. Я работаю с детьми, и меня просто разрывает от понимания, что многие из них не доживут даже до своего совершеннолетия. У нас есть всего лишь 5-6 лет, чтобы изменить эту катастрофическую ситуацию, и мы обязаны сделать всё возможное. И я вижу, что для скорейшего достижения этого очень многое можем сделать мы, ротарианцы. В модели созидательного общества я вижу реальный шанс на выживание всего человечества. И если рассмотреть её с экономической точки зрения, то она в первую очередь выгодна бизнесу, потому что обеспечивает отсутствие инфляции любых кризисов и возможность стабильного и предсказуемого развития экономики и бизнеса. Созидательное общество предполагает рынок и здоровую конкуренцию, доступ ко всем новым технологиям, отсутствие коррупции и влияние политики на экономику и бизнеса. Предсказуемый спрос, доступное беспроцентное кредитование для бизнеса, отсутствие пошлин, уменьшение налоговой нагрузки на большой бизнес и полное отсутствие налогов для малого и среднего бизнеса. Мы сможем осуществить это, потому что именно мы, бизнесмены и экономисты, будем играть ключевую роль и принимать непосредственное участие в разработке этой новой модели мировой экономики. Заниматься написанием новых законов должны не политики, а специалисты и представители бизнеса. Бизнес не должен зависеть от политики, потому что бизнесмены приносят обществу наибольший КПТ. А кто кормит, тот и обеспечивает, тот и должен прописывать законы. не за нас должен решать, а мы должны решать. Мы больше не будем играть под всю тодутку, потому что мы практики. Мы знаем все проблемы бизнеса и экономики изнутри. Мы сможем создать такое общество, до которого даже писатели фантасты не могли додуматься, описывая прекраснейшие миры. И что также важно отметить, модель созидательного общества предполагает исключительно мирную имплементацию с учетом комфортного перехода, переходного периода для эффективного перезапуска глобальных, экономических, финансовых и социальных процессов. Все правовые, экономические и социальные механизмы для мирного демократического перехода существуют сегодня во всех демократических странах. Нужно только правильно их использовать. Переходный период с нынешнего формата в созидательный будет поэтапный и мягкий. Уже на этом этапе потребности каждого человека должны быть обеспечены на достойном уровне, безусловно, базовым доходом. Это создаст платежеспособный спрос и будет стимулировать развитие предприятий и индустрии, а также быстрый рост экономики. Я обращаюсь к вашему богатому опыту, вашим уникальным знаниям. Посмотрите на данную модель через призму своего опыта, бизнеса и карьеры. Если у вас есть вопросы и предложения, давайте их обсуждать. Лично я вижу в данной модели реальный и единственный шанс. ротарианц, мы с вами, как ротарианцы, сами прекрасно видим и понимаем, насколько сегодняшний формат общества неполноценен. Мы изо всех сил его чинем, чтобы хоть как-то наладить жизнь общества, а он всё так же трещит по швам. Если бы не вклад в ротари, то на настоящий момент многим людям было бы гораздо тяжелее. Но сейчас перед нами стоит ещё более глобальная проблема, и у нас есть огромный шанс всё изменить. Дорогие ротарианцы, давайте воспользуемся этим шансом и объединим все наши усилия. Я считаю, что сейчас важно поддерживать построение Созидательного общества. Если мы уже идём на этот шаг по перезапуску нашего глобального мироустройства, то давайте это сделаем так, чтобы наш мир превратился в рай. Давайте сделаем мир, где не будет лжи, манипуляций, где мы обеспечены и счастливы. И главное, мир, где у нас с вами и наших детей есть будущее. Спасибо. Спасибо большое, доктор Неги. Действительно, новый модель Созидательного общества открывает для всех огромные перспективы. И самое главное, что именно в этом формате мы сможем противостоять глобальным климатическим изменениям. Многие ведущие экономистки занимаются поиском решения, как переформатировать экономику и спасти человечество от глобального экономического кризиса. И сейчас с огромной честью мы хотим представить вам человека, который свою жизнь посвятил тому, чтобы найти выход из непрекращающихся экономических кризисов и объединить бизнес для построения лучшего мира. Многие из вас его уже знают. Доктор Ицхак Калдарон Адизес, мировой бизнес-консультант, основатель и генеральный директор Института Адизеса, входящего в десятку лучших консалтинговых компаний мира. Институт Адизеса реализует программы для широкого округа компаний, от стартапов до членов списка Fortune 100. Доктор Адизес консультирован премьер-министров США и членов Кабинета министров по всему миру. В знак признания его вклада в теорию и практику управления доктор Адизес получил 21 степень почётного доктора в университетах 11 стран. Он интернационный бестселлер. Автор международных бестселлеров опубликовал более 26 книг, которые переведены на 36 языков. Его книга «Управление жизненным циклом компании, как организации растут, развиваются и умирают и что с этим делать» была названа журналом Library Journal одной из 10 лучших книг по бизнесу. Идавно доктор Адизес закончил две книги о своей личной истории и о своем опыте, который сделал его тем человеком, которым он стал. Это книги «Аккордеонист» и «Что важно в жизни? Чему я научился, открыв свое сердце?» Многие успешные бизнесмены и менеджеры выросли на книгах доктора Адизеса. Более 40 лет своей жизни он отдал разработке и внедрению концепции бизнеса, ведущего к достижениям исключительных результатов и управлению изменениями на основе интеграции, объединения и управления сердцем. С глубоким уважением передаем слово доктору Адизесу. Здравствуйте! Для меня большая честь иметь возможность выступить перед вами столь уважаемыми людьми из Ротари Интернешнл и представить вам созидательное общество, объединение молодых людей с невероятной энергией и желанием изменить этот мир к лучшему, чтобы мы и они и будущее поколение смогли выжить. Участники созидательного общества попросили меня сказать несколько слов о том, каким я вижу будущее человечества и какова роль лидеров и менеджмента в выборе правильного пути. Если коротко высказаться по поводу этого весьма комплексного вопроса, то вот как я это вижу. Если посмотреть на развитие человечества от шимпанзе, если вы придерживаетесь дарвинизма и до сегодняшнего дня, то мы увидим следующую картину. Лидером был самый сильный шимпанзе. Затем мы стали сообществом, ведущим кочевой образ жизни. И лидером стал самый сильный охотник. Затем наш строй поменялся на земледельческий. И лидером стал тот, у кого было больше земли, овец и коров. Что объединяет эти три периода? Мышцы, положение, сила, власть. И это же, кстати, лежит в основе колониализма. Чем больше территории, чем больше собственности, тем ты сильнее. Затем на смену пришло индустриальное общество. И тогда в игру вступил мозг. Теперь нам нужно было планировать и организовывать, нанимать и увольнять, составлять бюджет и думать. То есть характерна не только сила, но еще и интеллект. Сейчас мы живем в так называемом постиндустриальном обществе. Что это такое? В основном интеллект. Секрет успеха это интеллект. Как мы знаем, некоторые из самых высокоценимых на фондовом рынке компаний имеют очень мало активов, если они вообще у них есть. Чем владеет юбер? У него нет ни одного такси. У них есть только компьютер. То есть информация. Чем владеет airbnb? Крупнейшая площадка по аренде жилья в мире. У них нет ни одного отеля. Только компьютеры и информация. Чем владеет гугл, фейсбук, линкедин? Все они собирают данные, информацию. Мозг. Мозг сейчас является источником могущества. Но с искусственным интеллектом и квантовыми компьютерами это уже становится не таким важным. Мы будем использовать компьютеры и робототехнику, чтобы делать ту работу, которую выполняет наш мозг. Так зачем же стоит будущее? За сердцем. Сердце заменить нельзя. Можно заменить мышцы. Мозг можно заменить чипом. Сердце же заменить нельзя. Если мы не будем развивать сердечность, а у нас будут главенствовать мышцы и мозг, мы повторим нацистскую Германию, где были высокообразованные люди, музыка, искусство, литература, мозг, сила, но не было сердца. Поэтому, если мы не будем развивать сердце, а это подразумевает сознание, совесть, нравственные ценности, объединение, наше будущее не будет отличаться от нацистской Германии. У нас будет все более и более мощные водородные бомбы, ядерные бомбы, но не будет сердца. Что нам нужно развивать, так это лидерство, которое действует от сердца. к сожалению, наше образование построено по принципу знать больше, больше и еще больше, но мы должны задуматься, как нам подготовить людей, которые не только думают, но и чувствуют, у которых есть система ценностей, направленная на объединение, а не на разъединение, потому что мы живем в эпоху ускоренных перемен. А перемены провоцируют разъединение. А что же является решением проблемы разъединения? Объединение. А что такое объединение? Действовать от сердца. Надеюсь, это глубокое понимание станет отправной точкой для нашего с вами диалога в будущем. Как это сделать? Я могу предложить основные результаты своих наработок за 50 лет, а мой институт воплощал это на практике по всему миру в 52 странах. Так что это не пустые слова управлять от сердца. Что такое управление от сердца? Объединение. Что такое любовь, если не абсолютное объединение? А как ее реализовать на практике? Не говорить о любви и объединении. Это пустые слова, если мы не можем воплотить их в реальной жизни. Как это можно сделать? Через взаимное доверие и уважение. Когда есть взаимное доверие и уважение, а это как раз и является началом любви. Ведь не может быть любви без взаимного доверия и уважения. как можно любить кого-то, кого вы не уважаете и кому не доверяете. Поэтому объединение компаний, а я работал с премьер-министрами восьми стран мира, объединение общества заключается в построении культуры взаимного доверия и уважения, что собственно и сделало Америку успешной. Дело не в размере территории, не в международных ресурсах, у других они тоже есть. Это культура живи и давай жить другим. Уважение к разнообразию и объединение общих интересов. Видение и разнообразие как единое целое, объединенное разнообразие, объединенное общей целью, общими интересами. Как говорят мои клиенты в Мексике, проспередат инклюэнте, всеобъемлющее процветание. Это то, что нужно сделать. Это то, как мы действуем, чтобы это общество смогло выжить и мы сохранили мир, который разваливается на части. Через уважение нашей природы, через уважение различий друг друга, через доверие. Потому что мы можем развиваться, когда развиваем общие интересы, когда работаем на благо общества. Это и должно стать движущей силой во имя будущего, если мы хотим выжить. Спасибо. Уважаемый доктор Адизис, от лица всех ротарианцев мы благодарим вас за ваш вклад в сегодняшнее мероприятие, ваш вклад в наше будущее. Как мудро сказал уважаемый доктор Адизис, нам необходимо управление от сердца. К сожалению, это невозможно в нашем сегодняшнем потребительском формате, где на первом месте мышцы и сила, то есть власть. В этом формате объединение людей невозможно, потому что страны будут до конца биться друг с другом, отстаивать свои личные интересы, в потребительском формате все попытки выжить сведутся к развязыванию новых войн и жестокому захвату стран. Но это не решение. Все эгоистичные интересы исчезнут в любом случае. Но вопрос лишь в том, они исчезнут, а останемся ли мы? Или они исчезнут вместе с нами? Мы с вами сегодня слышали все фактические прогнозы и понимаем, что нас ждёт. Но есть и другой вариант — начать всем миром с чистого листа. И как сказал уважаемый доктор Адизес, построить общество, культуры, взаимного доверия и уважения, где главенствует путь сердца, путь человечности. Ведь мы люди, и мы все хотим жить. И надеяться мы можем лишь друг на друга. Спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, наша сила в единении, потому что только объединив усилия, мы сможем изменить формат общества. А для этого все люди должны как можно быстрее узнать о том, что реально происходит с климатом сегодня и что нас ждёт в ближайшем будущем. Необходимо ускорить процесс распространения информации, и это нужно сделать безотлагательно. На планете 8 миллиардов людей, их жизнь под угрозой, но в то же время именно они смогут всё изменить, но они об этом даже не знают, а должны узнать все. Как это сделать? Что уже сейчас может сделать каждый из нас? Сейчас эта информация закрыта для большинства, но 12 ноября она будет обнародована публично. 12 ноября состоится открытый международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», который будет синхронно переводиться на 150 языков мира. Цель этого форума — оповестить всё человечество о том, что в действительности происходит с климатом на планете и какой существует выход. Всё человечество должно узнать то, что сегодня узнали вы. Предстоящий форум 12 ноября несёт решающее значение в информировании населения. От него зависит очень многое. Учитывая, как развиваются климатические события, у нас остаётся всё меньше времени оповести человечество, а значит меньше возможностей успеть принять необходимые меры. У нас, участников проекта «Созидательное общество», к сожалению, нет выхода на центральные СМИ. Мы действуем и информируем исходя из наших возможностей исключительно на волонтёрской основе. Пожалуйста, присоединяйтесь, ведь это касается каждого. Это наше общее дело. Предлагайте и реализовывайте любые ваши идеи касательно того, как сделать так, чтобы трансляцию форума на 150 языках мира увидело всё человечество везде, где только можно. У нас есть на это месяц. Если у вас есть возможность, подключайте СМИ, чтобы транслировать данный форум на телевидении, на разных сайтах, на личных и любых других вам, ваших площадках и платформах в интернете. Это самое важное, что может быть сделано на данный момент. На экране вы можете видеть контакты для связи и взаимодействия по распространению форума. Также мы хотим напомнить, что вы сможете пересмотреть сегодняшний доклад по той же ссылке, по которой вы смотрите доклад сейчас. Всем, кто зарегистрировался на сегодняшнее мероприятие, мы отправим видеозапись этого доклада. Сейчас очень много зависит от каждого из вас. Вы уже владеете информацией, которая меняет восприятие жизни, которая приводит к выбору. Так что же выберете вы? Можете прийти на свои предприятия, посмотреть на то, что вы построили, и ответить себе, вы готовы это всё потерять через 14 лет. Вы можете прийти домой, посмотреть в глаза своим детям и близким и ответить себе, вы готовы потерять их через 14 лет? Готовы ли вы, что через 14 лет ни вас, ни их не будет? И причиной этому будете вы, ваше бездействие, непонимание и нежелание, нежелание что-то менять и действовать? Или же вы будете действовать? Тогда вы оставите им наследие, оставите им жизнь, оставите им другой прекрасный мир. Выбор за вами. Позвольте мне кое-что добавить от чистого сердца. Дорогие ротарианцы, все, кому действительно небезразлична жизнь всего человечества? Сейчас первостепенное, что мы можем с вами сделать, это проинформировать каждого человека на планете о предстоящем форуме. Это наша с вами общая задача. Ведь кто, как ни ротари, могут стать главным оплотом спасения человеческой цивилизации? Сегодня необходимо объединение всего человечества. Казалось бы, объединиться легко. Но так ли это? К примеру, клуб ротари — это единая большая семья, содружество единомышленников, все как один. И что может быть легче, чем объединить всех ротарианцев? Но на практике это оказалось не так. Несмотря на старания очень многих людей, мы не смогли собрать всех, сегодня с нами далеко не все ротарианцы. Несмотря на важность ситуации, они проигнорировали самое важное событие на сегодняшний день, и это тяжело осознать. Где же эти ротарианцы, когда ситуация на планете накалилась до нельзя, в этот момент, когда они и так нужны человечеству? Где они? Почему их нет рядом с нами? Если мы не смогли объединить ротари, представьте, что нам предстоит решить, чтобы объединить всех людей на планете? А нам нужно объединить все человечество за короткий промежуток времени, потому что только тогда у нас будет шанс. Спасибо. Спасибо большое, доктор Неги. Я полностью с вами согласна. Ротари – это одна большая дружная семья, и я полностью уверена, что мы вместе сможем не только спасти этот мир, но и сделать его Эдемом. Наша сегодняшняя встреча подходит к концу, и наша техническая команда передает мне, что у нас уже есть желающие задать вопросы. У нас остается совсем немного времени, я надеюсь, мы сможем ответить на несколько из них, но перед тем, как мы перейдем к части вопросов-ответов от имени Ротаракта Атланта Метро, я хотела бы выразить искреннюю благодарность всем сегодняшним спикерам, которых мы выслушали. Дорогие ротарианцы со всего мира, спасибо, что вы сегодня с нами, несмотря на разницу во времени. Этот доклад был представлен вам потому, что благодаря вашей настойчивости и стремлению помочь всему человечеству эта жизненно важная информация обязательно наберет обороты, и вскоре все будут знать не только о проблеме, но и о ее решении. Мы знаем, что вы не останетесь равнодушными к представленной информации, ведь вы знаете, что каждый день, проходящий в бездействии, приводит к гибели огромного количества людей. А сейчас я хотела бы предоставить возможность задать вопросы. Пожалуйста, подключитесь к Zoom по ссылке на главной странице сайта. Мы будем отвечать на вопросы в порядке их поступления. Я бы хотела попросить техническую поддержку, пригласить нашего первого участника, раздела «Вопросы и ответы» и задать свой вопрос. Спасибо. Спасибо, что дали мне поворот. Не тот канал. Мой вопрос следующий. Когда все люди проинформированы о климате, что дальше? Вы говорите о том, что необходимо всех ознакомить и проинформировать. Ну вот мы ознакомили, весь мир услышал о форуме, о проблеме, о решении. А что дальше? Революция или как? Пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо большое за ваш вопрос. Позвольте ответить. Созидательное общество не может быть построено на революциях, на человеческой крови или противозаконных действиях. Всё должно быть законно, мирно, по воле людей. Люди сами должны выбирать жить или умереть. Построение созидательного общества предусматривает переходный этап для комфортного и постепенного перезапуска глобальных, экономических, финансовых и социальных процессов. Этим этапом должны заниматься специалисты. Первый этап построения созидательного общества, на котором мы сейчас находимся, это самый тяжёлый и самый сложный этап — это информирование всех людей для того, чтобы они сами приняли решение, поддерживают ли они такой формат, а вот дальше всё легко и просто, а главное абсолютно честно. То есть должен быть сформирован единый электоральный запрос на построение созидательного общества. Вначале на уровне страны, через выборы или референдумы люди голосуют только за тех политиков, которые поддерживают созидательное общество, тогда народ используют собственную власть для собственного выживания. Далее проходит всемирный референдум о принятии модели созидательного общества. Проводится подготовительная работа для объединения стран. И тому и есть примеры, как тот же Евросоюз или другая форма объединения. Это не важно. Но суть в том, что мы становимся единым человечеством, единой цивилизацией. Будет единое правительство. Но это единое правительство — это всё человечество. чтобы никогда больше никто нас не обманывал, не залезал нам на шею, не манипулировал, не убивал. Когда всемирным правительством будет всё человечество, тогда жизнь каждого человека будет цениться как своя. Спасибо за ваш вопрос, спасибо за ваш ответ. И техническая поддержка. Мы готовы к следующему вопросу. Здравствуйте и большое спасибо за такой замечательный доклад по климату. Я из Пакистана, и в этом году наша страна пережила настоящий ужас, огромное доводнение. Я могу подтвердить, что климатический коллапс — это не где-то там, это уже происходит, и это хаос. Так больше не должно продолжаться. Это должно быть решено. и большое спасибо за ваш доклад, за ту работу, которую вы проделали. В климатической части вашего доклада вы упоминали о Марсе и проводили параллели. Вы говорили, что Земля станет таким же, как Марс. Что всё-таки имеется в виду? То есть почему здесь Земля и Марс? Почему вы проводите такую параллель? спасибо. Позвольте мне. Спасибо, что вы сегодня здесь. Надеюсь, мы сможем объединиться и сделать всё возможное, чтобы такие катастрофы, как в Пакистане, не повторялись. И спасибо вам за вопрос. Вы спросили, почему мы проводим параллель с Марсом. Дело в том, что согласно дистанционным исследованиям, на Марсе были реки, моря, была очень плотная атмосфера. Об этом нам говорит красный цвет пород Марса. Поверхность Марса состоит в основном из базальта, который имеет обычно чёрный цвет. Но на Марсе базальты покрыты оксидом железа, иными словами ржавчиной. Именно она даёт планете характерный красный оттенок. Чтобы окислить такое количество базальтовых лав, нужна была плотная насыщенная кислородом атмосфера. Но сейчас её нет. А вы не задумывались, почему вся планета покрыта окисленными базальтовыми лавами? Почему там было такое огромное количество извержений? Марс — это планета, которая погибла во время цикличности катаклизмов. Сейчас на ней практически нет магнитного поля и очень слабое гравитационное, а атмосфера сдута солнечным ветром. Как вы уже понимаете, ядро Марса практически не работает сейчас. Внутри планеты произошёл гидроудар, и когда во время извержений из магмы выходили летучие газы, они окисляли металлы в базальтах. Сейчас мы понимаем, что те же процессы, что и на Марсе, происходят и на Земле. И из-за процессов в ядре Земли, его смещения и дестабилизации происходит ускорение вращения планеты. Это увеличивает центробежную силу, это выталкивает магмы с глубин к земной коре, и при подъёме магма вскипает, в ней нарастают кавитационные взрывы, она увеличивается в объёме и сильнее давит на земную кору. Земная кора растрескивается, нагревается, магма подмывает и истончает её. Один из примеров этого мы можем видеть в Сибири, где температура, как мы уже говорили, повышается в 3-4 раза больше, чем во всём остальном мире. В Сибири тает вечная и появились пожары под снегом. Всё это, естественно, следствие подъёма магмы. Мы наблюдаем эти процессы уже несколько лет и видим, что они только ускоряются. Знаете, сейчас нет ни одного больше другого коллектива в мире, который настолько комплексно бы и со всех сторон рассматривал проблематику климата, и мы делаем это уже давно. 8 лет назад был опубликован краткий доклад с прогнозом событий, и сейчас этот прогноз полностью сбывается. И, к сожалению, всё подтверждает нашу математическую модель. Перепроверяйте нас, и вы получите тот же самый результат, что и мы. Важно не с одной стороны смотреть, а комплексно анализировать климат. Мы были бы очень рады, чтобы кто-то опроверг нашу модель. Мы были бы счастливы, потому что мы не заинтересованы, чтобы наша модель реализовалась. Мы нормальные люди. Понимаете, в антропогенной модели даётся ложная надежда, что якобы можно что-то изменить, и то через 50 лет. Но мы просто теряем время впустую, в то время, как модель на основе СО2 совершенно не имеет ничего общего с реальностью. СО2 всё равно будет расти в результате подъёма маговы. Вы это понимаете? Знаете, я просто не понимаю, почему учёные не замечают этого и говорят только про СО2. Единственное объяснение, почему так происходит, которое я могу найти, это либо их купили для того, чтобы торговать квотами на СО2, или в действительности они очень боятся, потому что не видят никаких решений. Но у нас решения есть, у нас уже есть наработки, у нас есть понимание, но нас одних всё равно не хватит, чтобы остановить дестабилизацию ядра. Нам нужно огромное количество умных людей, чтобы справиться с этой задачей. Если бы мы хоть немножко сомневались в том, что это возможно, то мы бы прожили сейчас эту жизнь по-другому. Мы бы наслаждались каждым восходом и закатом, каждым вздохом. Мы были бы сейчас со своими любимыми каждую секунду. Но мы уверены, что можно найти выход. Всё это время мы активно пытались достучаться до человечества, но сталкиваемся с огромной инертностью людей. Знаете, я бы никогда не подумала, что это так тяжело спасать человечество. Мы сталкиваемся с огромным количеством инертных людей. Они не знают, сколько времени осталось, и поэтому они никуда не торопятся. Поэтому так крайне важно донести до них информацию о прогрессии всех этих процессов до каждого человека на планете. Иначе мы просто ничего не успеем предпринять. Поэтому два с половиной года назад и был создан проект Созидательное общество. чтобы донести эту информацию людям. Но без помощи СМИ не получается достучаться до миллиардов. И поэтому мы обращаемся ко всем людям, кто хочет жить, кто хочет, чтобы жили их внуки и правнуки. Сами не сможем остановить этот процесс с климатом. И достучаться до всех мы тоже не сможем. Нет смысла возлагать надежды на политиков, что они договорятся и что-то сделают. Нужно, чтобы сами люди начали это говорить. Это единственная возможность, которую мы видим сейчас. У нас есть шанс остановить все процессы. У нас в это же время есть шанс оставить мёртвую планету, такую же, как и Марс. Но мы можем и сохранить планету. Знаете, что беспокоит меня больше всего? Это Марианская впадина. Помните, мы говорили, что недалеко от Марианской впадины есть прогноз на землетрясение магнитудой 10? Несколько независимых групп сейсмологов даёт прогноз, что в жёлубе Нанкаи в Японии в ближайшие 5-10 лет произойдёт это землетрясение. Это страшно не только потому, что это грозит гибелью 140 миллионов человек, проживающих на японском архипелаге. Всё гораздо опаснее. Это страшно, потому что жёлубь Нанкай располагается на одном и том же разломе с Марианской впадиной. И по всему этому разлому сейчас происходит больше всего глубокофокусных землетрясений, которые мы уже знаем представляют собой именно кавитационные взрывы. И при этом в самой Марианской впадине сейчас интенсивнее всего нарастает сейсмическая активность. В 2017 году в Марианской впадине произошло более 2000 землетрясений, всего лишь за полгода, и после чего информация о сейсмичности там была прикрыта. Эти землетрясения говорят о том, что сейчас там очень активно пробирается магма и формируются микротрещины. И с каждым землетрясением там происходит всё больше и больше новых разломов, которые приближают встречу 11 километров океанской воды с магмой. Уже сейчас вода на дне Марианской впадины нагревается, температура на дне доходит до 4 градусов Цельсия, в то время как средняя температура глубины океана это чуть выше нуля. Догадайтесь, почему температура океана на дне Марианской впадины поднимается и растёт сейсмическая активность. Правильно, из-за подъёма магмы. Магматический очаг там находится давно, но рост сейсмической активности говорит о том, что он расширяется уже под полуостровом Тайвань и в других местах возникают проблемы. И вот прямо сейчас, когда мы с вами говорим, там прямо сейчас по новым разломам, которые формируются из-за землетрясений, океаническая вода пробивает себе дорогу к магме. Это процесс достаточно стремительный. И этот процесс мы как человечество на сегодняшний день остановить не можем. Это факт, с которым мы живём уже более десяти лет, а с сегодняшнего дня с этим придётся жить и вам. Потому что теперь и вы понимаете, что это действительно апокалиптическая бомба судного дня с часовым механизмом. Здесь каждая секунда нашего бездействия уменьшает наши шансы на спасение. И как мы говорили, согласно нашим математическим расчётам, Марианская Впадина взорвётся в октябре 2036 года плюс-минус месяц. После октября 2036 года наша Земля станет очень похожа на Марс. Поэтому мы сравнили Марс и Землю. Большое спасибо. Елизавета, спасибо большое, Елизавета. Спасибо большое за ваши ответы и расширение сегодняшней темы. К сожалению, время нашей встречи истекло. И я вижу, что в числе часто задаваемых вопросов стоит вопрос, что Ротари может сделать. Я позволю себе ответить словами наших уважаемых спикеров. Глобальные проблемы требуют глобальных решений. Кому, как не Ротари, под силу сейчас это сделать? И я, как Ротарианец, могу с уверенностью заявить, что мы с вами должны сделать всё возможное, чтобы спасти всё человечество. Мы должны возглавить этот проект, сделать его самым главным проектом нашей организации и распространить максимально всеми возможными способами информацию про форум, который состоится 12 ноября. Название его было выбрано не случайно. Действительно, наше спасение только в единении, и мы те, кто сможем объединить всё человечество. Большое спасибо ещё раз за ваше время и внимание. И мы будем рады ответить на все ваши оставшиеся вопросы. Пожалуйста, присылайте их на один из электронных адресов, который вы видите на экране. Пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить всех спонсоров, которые помогали с размещением и приглашением коллег-ротарианцев. Ещё раз, большое спасибо вам за вашу помощь и служение человечеству. Сегодня с нами более тысячи ротарианцев со всего мира. А сейчас я бы хотела предоставить заключительное слово президенту спонсорского клуба Эмори Друид Хиллс Маноджо Барото для заключительной речи. Уважаемые ротарианцы и члены клубов Ротаракт, от имени клуба Эмори Друид Хиллс Ротари, спонсирующий клуб Ротаракт Атланта Метро, я хочу поблагодарить всех вас за участие в этом мероприятии. Факты, которые мы услышали сегодня, крайне важны для понимания серьёзности ситуации, в которой оказался весь мир. Мы столкнулись с глобальной угрозой. Будущее человечества зависит от нас. Давайте ещё раз вспомним наш девиз «Служение превыше себя». И сейчас самое время осознать эти слова, адаптироваться и приложить свои усилия должным образом. Миру нужны лучшие из лучших ротарианцев. Нам нужны настоящие герои, а не голливудские персонажи. И слава Богу, что мы, ротарианцы, есть друг у друга. ротарианцы, ведь в действительности ротари — это объединение лучших из лучших. И наша роль в судьбе человечества величайшая. Спасти мир. Наша сегодняшняя встреча не случайность. Это шанс для всех людей планеты. Это наш долг. И никто не спасёт эту планету, кроме нас. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова